Итак, 28 октября 1924 года, 15-й семинар по дельте-метафизике Аристотеля. Мы на 6-й главе, посвященном Тоген, одному или единому, или чему-то, что называется, одним в том или ином смысле. В тот раз мы закончили первую ее часть, первые полстранички. Которые были посвящены Ген Ката Сюмбэбэкос. То есть, одному, тому, что является чем-то одним сопутствующим образом, либо в оксистентальном смысле, либо по совпадению. Нам, в общем, не надо пока выбирать какого-то одного слова. В конце концов, мы не переводим это для того, чтобы издавать. И в данном случае мы прочитали все, что Аристотель хотел сказать про Ген Ката Сюмбэвэкос. И переходим, начиная с 34-й строчки, к Ген Кат Галто. То есть, к тем вещам, которые называются чем-то одним, либо по существу, либо сами по себе, либо в собственном смысле. Хотя в собственном смысле, наверное, это скорее кюриус у Аристотеля. Поэтому, наверное, либо по природе, по существу своему и так далее. Вот. И остаток главы будет посвящен в том или ином виде, в той или иной степени, тому, что является чем-то одним Ген Кат Галто. Но давайте, если нет каких-то вводных замечаний ни у кого, мое единственное вводное замечание, что здесь у нас появляется определенная параллель вот этому тексту, который будет в первой главе Йоты о метафизике. И не то, чтобы это много нам чего скажет, но некоторые характерные вещи, которые сказаны здесь и кажутся больше почти нигде, находят все-таки свое отражение в Йоте, что говорит о том, что они, так сказать, не являются идеосинкразией этой главы. Хотя вот если бы не было Йоты, они были бы похожи на идеосинкразию, какую-то странную взбалмошную особенность этой главы. Но наличие Йоты такой взгляд на эти особенности опровергает. Когда мы до них дойдем, я попытаюсь это подсветить в каждом конкретном случае. А пока давайте начинать. У меня, как всегда, первой стоит Ольга Валерьевна просто, потому что она на самом деле организует конференцию, и она подключается первой. Поэтому всегда первая в списке. Ну, давайте, Ольга Валерьевна, я прошу вас прочитать до... Сейчас я покажу. Вот досюда. До 2016 А. Чего это у нас? Четыре. Со слов «хосамэнун», да? Да, «хосамэн». Хосэменун катажисум бебекоз лэгитае ген, tudон tint особон лэгитае. Тон, discovered Ein-Lегомэном тамен лэгитае тож он ехе эйнаи. Гойон фак dialog, десмогу, кайг шулокологуле, кай грамээкан, кай камэне эй сум夏эs дэ怪 миа лэгитае. Хоспер, гайон мерон рекастон, гойонь скэлос кай брахеум. И ещё одну строчку, пожалуйста. А, аутонды тут он малон гэнта фюсэй сюнехэ э тэхны. Из того, что... Я забыла, как мы перешли в прошлый раз переводить симпатикос. Как угодно, это не то чтобы акцидентальным образом, сопутствующим образом, по совпадению. Из того, о чём говорится, как о едином в акцидентальном смысле, говорится вот так, как было сказано. Из того, о чём говорится, как об одном самом по себе. Одно называется единым в силу того, что оно непрерывное. Как сюнехэ. Сплошное, наверное, да? Потому что непрерывное не очень хорошо. Ну, об этом мы скажем, что сюнехэ довольно сложное слово. Да. Как, например, какой-то пучок является единым из-за того, что он связан в силу связи. И дерево в силу из-за клея. И линия, даже если она изогнута, но тем не менее непрерывно, называется одной. Точно так же, как и каждая из частей, видимо, тела. Ну, как, например, скелос – это, наверное, голень, да? Скелос – нога или рука? Скелос – это нога. Это нога целиком. Как мы увидим ниже. Но про скелос я тоже отдельно скажу. Это интересно довольно, что значит скелос у Аристотеля. А брахион – это рука. Это рука, да, это аром, то, что называется по-английски. Ну, здесь такая… Сразу можно сказать про руку и ногу. Это можно было бы как бы даже из смысла понять того, что здесь сказано. Но я сверил это с употреблением Аристотеля. Здесь ведь в аналогию ставится рука и нога с изогнутой, или точнее, ну, наверное, какомена, вполне разумно привить, как изогнутая. По смыслу какомена – это, конечно, ломаная линия. То есть линия с углом, но которая непрерывна, но в которой есть угол. Например, представьте себе такой угол 90 градусов. Вот это вполне подходит под то, что Аристотель называет кекаммэне. И точно так же рука и нога, вот она может быть прямая, может быть изогнутая, но она как бы не становится от этой ни единой, ни одной рукой и ни одной ногой. Соответственно, рука, она в локте сгибается туда и сюда, и нога, она сгибается в колени туда и сюда, несмотря на то, что она перестает быть прямой, она не перестает быть одной, какой-то ногой или рукой. И здесь, конечно, на Аристотеле играет, вернее, Аристотель рассчитывает на то, что кампто, собственно говоря, тот глагол, который мы видим в причастии кекамэне, это в том числе устойчивый греческий глагол для обозначения сгибания руки и ноги, собственно говоря, кампто или камптей, это то, что мы делаем с руками и ногами, когда мы их гнем. Но это также геометрический термин, который, в общем, более специфичен для Аристотеля, например, и Платона, чем для более поздней математики. Но про терминологию математики я тоже еще скажу отдельно. Из всего этого в большей степени является единым то, что сплошное по природе, а не в силу искусства. Совершенно верно. Ну что? Что здесь можно сказать? Ну, если в целом давать очень общий обзор этого предложения, или, точнее, этих двух предложений, в нем сначала происходит просто чисто формальный переход от обсуждения смыслов акцидентального единства к обсуждению смыслов существенного единства. Это вот здесь вот «Госэмен ун катасим бэкос лэгэте гэн», тут он «эн тропэн лэгэтэй», сказали, «тон де катгаута гэн лэгумэнон», и далее уже Аристотель вводит первый из смыслов единства катгаута. Это единое в силу сюнэхээйной, материальной либо непрерывности, либо соединенности, сплошности, скрепленности и так далее. Я ниже скажу отдельно про то, что значит термин «сюнэхэс», и его смысл чуть более подробно. Но пока, тогда продолжая этот общий обзор, после того, как Аристотель вводит этот смысл, даются некоторые примеры единого в силу того, что оно сюнэхэс. И причем следует заметить, что примеры линии и руки-ноги, грамме и скелус и брахион, которыми заканчивает Аристотель, они ниже еще будут отыгрывать к ним, Аристотель ниже будет возвращаться. Вот у нас есть эутеия, это эутеия грамме, конечно, то есть прямая линия, и кэкамэне вновь у нас возникает линия. И, соответственно, скелус, вот они тоже у нас тут будут вместе с кнэмэ, и с мэрос, другими частями тела, до которых мы дойдем. А к вязанке и к древесине в таком виде Аристотель не будет возвращаться, хотя вообще про дерево он еще скажет на немножко другом контексте. И также, наверное, разумно заметить здесь, что примеры, все, которые приводят примеры Аристотеля, являются примерами в некотором смысле ущербного единства по непрерывности, потому что вот то последнее предложение, которое мы тоже прочитали, что «Аутон де тутен малон гэн та фьюсы синэхэ и техны», это как бы такое факультативное дополнительное замечание в сторону о том, что непрерывное по природе, оно как бы более единое, чем непрерывное в силу искусства. То есть, например, непрерывный древесный ствол или непрерывная рука и нога, они являются более едиными, чем непрерывное. В силу того, что его связали шнурком или прибили гвоздем, или приклеили клеем, но оно тоже, тем не менее, Аристотель может считаться непрерывным вот в каком-то таком более отдаленном смысле, менее собственном. Но надо сказать, что он будет дополнительно ниже говорить о том, что есть еще градация, градация не только градация того, что является непрерывным по природе, в отличие от того, что является непрерывным в силу искусства, но и также того, что является более или менее непрерывным. Вот, например, если оно прямое, если оно не может двигаться несколькими движениями одновременно, как мы увидим ниже, оно является более непрерывным, а если может, то менее, естественно, изогнутые вещи или изломанные вещи, как Аммэной, они являются в этом смысле менее непрерывными, или точнее не менее непрерывными, но в менее собственном смысле непрерывными. До этого мы еще дойдем. Ну, давайте тогда перед тем, как перейдем к лексике и к разночтениям, если мы вернемся к вопросу, который мы ставили в прошлый раз относительно того, в каком смысле здесь Аристотель говорит о Тоген. Я напомню, что в прошлый раз вслед за Кристофером Кирваном, который довольно удачно, мне кажется, задает этот вопрос, замечая, что об едином, о чем-то вопрос о том, является ли вещь чем-то одним, можно задать по крайней мере в двух смыслах. В смысле единства, в смысле торжества, и в смысле единства, в смысле, или лучше сказать, одного в смысле торжества, то есть одного и того же, и одного в смысле единства. Одно в смысле торжества – это являются ли две вещи одной и той же вещью, а не разными вещами. Одно в смысле единства – это являются ли несколько вещей, составляют ли они одну вещь, или они не представляют собой какого-то совокупного единства, но какое-то разобщенное множество. Из них только получается, и никакого единства не бывает. Если в случае с окцидентальным одним были какие-то вопросы, ну, сейчас, например, Кирову казалось, что это скорее речь об как раз единстве, а не о торжестве, а мне, например, кажется, что скорее речь о торжестве, а не о единстве, когда вот здесь Аристотель переходит, по крайней мере, к первому смыслу, то «гэн катгауто», кажется, все согласны, что здесь речь об одном смысле единства, то есть о том, что несколько вещей образуют одну вещь, или несколько частей вещи, из них получается одна вещь, а не о единственном смысле торжества, что несколько вещей является одной и той же вещью. Вот. Вроде бы как-то трудно посмотреть на это рассуждение как на рассуждение о торжестве, а не о единстве. Но вот я вижу, что Юлия включила микрофон, и, может быть, она сейчас нам покажет, как это может быть от торжества монетизма. Нет, не здесь, но интересно. Я просто в прошлый раз не очень была согласна с идеей торжества, но здесь действительно, когда субстрат потом будет рассматриваться, когда он говорит, что все одним может называться по субстрату, имея в виду материю, как раз так и говорит о торжестве, потому что масло, что вино, они едины, потому что у них один и тот же материал, то есть жидкость или что-то. Да, но это будет уже следующий смысл, это будет второй смысл. Может быть, сегодня мы до него дочитаем. Смысл, что идет как бы вот это... Да, осцилляция. Осцилляция между тем и другим. Она, безусловно, здесь есть, то есть где-то она все равно будет. Даже если мы не согласны, что она была в первом случае, она все равно нам попадется здесь. Но наша программа вам сегодня прочитать, в том числе, второй смысл. Но давайте тогда двинемся пока здесь. Ну, очень коротко тогда про разночтение сначала я скажу. У нас есть в 36-й строчке, вот здесь вот все кодексы нам дают gouta, егеру это не нравится, и егер исправляет на просто gouta. Сейчас я найду эту строчку вот здесь вот. Он исправляет на gouta. Говорит, gouta, кодекс, коррекси. Я исправил. Сравни 1015-б17. То есть он просто нас отсылает к началу главы, где было сказано кат гouto. Ну, на мой вкус, это слабоватый аргумент, потому что аистотель более или менее свободна, насколько я себе представляю, может переключаться между кат гouto и кат гouto. И не то чтобы для него кат гouto – это небывалый или невозможный способ выражения. Я посмотрел просто по Тезаурусу. Ну, у него там с 50 употреблений кат гouto на месте, где могло бы стоять кат гouto, без какого-то значимого различия в смысле, вполне возможно. Поэтому я не думаю, что мы здесь должны как-то поправлять кодексы. Если только нету какого-то… Если только Егер не подразумевает, что когда Аристотель говорит кат гео, то у него есть какой-то специальный смысл для этого выражения. Я такого смысла не вижу, но, может быть, я невнимательно смотрю. Далее. Гойон в второй строчке 1016-я по большей части отсутствует у нас в наших кодексах, а именно он есть, насколько я понимаю, только в нашей бета-трагиции, то есть в кодексе АБ в Лавранцианисе. И это чисто стилистическое, кажется, различие. С Гойон, конечно, удобнее считать, но в Э и в Джей, то есть в Альфа-традиции, которые, пожалуй, все-таки более надежные, этого нету. Но даже если бы здесь не было Гойон, понятно, что по смыслу здесь имеется в виду, что Скелос и Брахион – это примеры какие-то. И, наконец, Факелос. Про Факелос там большая дискуссия филологическая, скорее, она нас совершенно не интересует. Вся дискуссия в том, одна Л должна быть Факелос или две. И у Росса большое замечание про это. Я так понял, что статей про это много написано, как правильно произносилось Факелос, потому что в зависимости от этого там получается закрыт или открытый слог, и это влияет на его долготу, и это влияет на то, встает он в какой-то размер или не встает, и, соответственно, ученые-мужи очень много написали о том, греки писали и говорили, значит, с двумя лямбдами или с одной. И вот, значит, консенсус более-менее в том, что с одной, потому что иначе в просудию не попадает. Я не думаю, что нас так это интересует, но у Росса в издании есть ссылки на дискуссию, которую можно посмотреть. Это что касается разночтений, ничего особенно интересного. А теперь, что касается лексики. Ну, давайте мы начнем с сюнехэс, как раз вот этого нашего замечательного. Это очень важный для физики Аристотеля, прежде всего, термин, который трудно, в общем говоря, перевести точно. Обычно это передается на русский язык как непрерывное, и, наверное, действительно, так сказать, по общему балансу наших соображений разумно это переводить как непрерывное. При этом теряются некоторые дополнительные смыслы, которые для греческого как бы ухо слышны, а для нас тогда они будут не слышны в русском переводе. В частности, глагол сюнехэ просто означает буквально как бы держать вместе или связывать, скреплять, объединять. Но, кажется, вот за исключением того, что эти смыслы теряются, сюнехэс как непрерывное, непрерывное является хорошим переводом для сюнехэс, потому что обыкновенная позиция Аристотеля в физике, вот его как бы официальное определение, что сюнехэс, две вещи являются сюнехэс, то есть являются непрерывными в том случае, если концы у них совпадают, то есть они касаются друг друга в какой-то точке хотя бы одной, и в этой точке нет разницы между одной вещью и другой, то есть нет никакого зазора между ними, и начало одной вещи является концом другой вещи. В частности, если вы хотите подробнее ознакомиться с тем, как Аристотель себе представляет сюнехэс, это можно посмотреть, с одной стороны, в категориях, а с другой стороны, лучшее, наверное, место из всего корпуса, это третья глава пятой книги физики, где он выстраивает эту последовательность знаменитую, очень технически совершенную из терминов, там, соответственно, последовательности, прилегания, касания, и вот последним звеном этой последовательности является сюнехэс, то есть сюнехэс это то, что прилегает, касается, является последовательным, и еще при этом концы, чего непрерывно. Где-то у меня здесь была открыта физика, как раз на нужном месте, вот, да, он начинает саму эту главу с метадетаута, легумен, тиэсти, то гама, кайхорис, кайти, то гаптэстай, кайти, то метаксю, кайти, то эфексэс, кайти, то эхомэнам, кайсюнехэс, и дальше он определяет, вот, как бы практически каждый раз, каждый следующий термин этой последовательности в терминах предыдущего, и у него получается такое, так сказать, сложное последовательность определений, почти математическое, почти такая евклидианская, и вот, в частности, она кульминирует в том, что эхомэнон, да, то есть прилегающие друг к другу вещи, это те, которые фэксэс, то есть которые следуют одна за другой, фэксэс могут следовать вещи, да, и которые, фэксэс, он гаптэтай, то есть которые одна за другой следуют и касаются друг друга, потому что одна за другой следовать могут вещи, которые друг друга не касаются, например, числа, а единица следует, двойка следует после единицы, но они друг друга не касаются, а, например, две, если мы положим какие-нибудь вещи в ряд одну за другой, то они будут одновременно соприкоснёмы друг к другу. Вот они будут слезать одна с другой и касаться друг друга. А сенэхэс при этом ещё и непрерывны. Они будут... Сенэхэс эстимэн гопэр эхомэном ті, то есть то, что друг другу прелегаэт. Готан талто гэнэтэй кайгэн то гэкатэру перас. То есть конец, край. Чего совпадает настолько, что край является одним и тем же для этих двух приметов. Вот. Это, так сказать, зрелое определение того, что такое сенэхэс Аристотеля, которое является стандартным более-менее для его философии. Ольга Валерьевна, вы хотели что-то спросить. Я видел, вы поднимали руку в какой-то момент. Да, я хотела сказать. Я запнулась на переводе непрерывно, потому что кажется, что в математическом контексте непрерывный предполагает не только то, что нет зазора, как вы, наверное, сказали, но и также то, что мы не можем линию разъять на некоторое конечное число точек. И, как минимум, в этом контексте это еще означает, что оно непрерывное в смысле бесконечно делимое. Вот. А когда мы говорим про факелос или про какие-то деревяшки, кажется, что здесь совсем другой смысл, потому что мы все равно любой пучок можем разобрать на составляющие там веточки или что туда связано. И одним словом Сюнахэс мне показалось достаточно сложно перевести, потому что разный смысл в том, почему непрерывно линия, он говорит о точках, но мы же не можем линию разъять на точке. Линия не состоит из точек. Потому что нет вообще никакой протяженности. А пучок состоит из веток. И это разный Сюнахэс. И вот странно, что у нас здесь в одно предложение запи... Это так кажется не только вам. Так кажется не только вам. Уже Александр говорит примерно то самое, что говорите вы. Он говорит, давайте я даже открою Александра, что Аристотель сначала употребляет, так сказать, Сюнахэс в более общем смысле. Койнотерон. Сюнахэ де легли. Койнотерон. Кайта гупусун гипотюнос сунухомэда. Вот как раз про то, что слышится греческому уху в слове Сюнахэхо или Сюнахэс. То есть просто скрепленное. Сюн-эхо. Что-то, что вместе держится. То-то, что держащее вместе. Вот сначала он говорит, что Койнотерон легли. То есть легли... Может быть там еще имеет смысл вспомнить про медиальный залог Сюнахэда. Это такое примыкающее получается. Да, да, да. Совершенно верно. Вот, соответственно, Гостонфакелон. А потом, говорит... В этом смысле, соответственно, Сюнахэс, вот в этом первом Койнотерон, это что угодно, что чем-то скреплено. Вот, гопусун гипотюнос Сюнахомэна. Как раз у меня здесь тоже выглядело. А потом, говорит Александр, когда Аристотель говорит о Лине, это уже Сюнахэс в собственном смысле. Кюриос. Да, тадэ гос Койнотерон горн эханта, гос та Кюриос Сюнахэ. Здесь, конечно, неудобно, что, опять же, как, вот если вы помните, у нас когда-то недавно был Аристотель, который в одной строчке Усиа употребляет в двух разных смыслах. И здесь, как бы, тоже Койнотерон, вот это и вот это Койнотерон, оно кажется, что похоже на это вообще совершенно разные вещи. Здесь Койнотерон горн эханта, это значит, что они имеют общие концы. Собственно говоря, что Горос, это то же самое, что Перос, которое мы видели в третьей главе пятой книги «Физики». Да, там концы вещей совпадали для того, чтобы они были общими. Вот сейчас я найду это снова. Где здесь был Перос? Немножко ниже, это та акра. Да, вот Перос. Перос, да. Перос Гойс Аптонтэн. Ну, в общем, как единая вещь. Ну, здесь он уже переходит к менее интересным явностям вещам. Ну, в любом случае, И Аристотель говорит, здесь кажется, в том числе Александр с ним согласен, об Сюнехэс как будто бы действительно в менее строгом смысле, в более строгом смысле. И, возможно, нам действительно не следует прямо так сильно здесь ставить ставку на то, что вот этот Сюнехэс – это прямо то самое непрерывное, которое он строго определяет в третьей книге пятой главы физики. Но, в принципе, если бы мы это переводили прямо так, чтобы это издать, наверное, было бы разумно здесь все-таки поставить непрерывное, хотя и сделав при этом какое-то примечание. Вот. Это что касается Сюнехэс. Если у вас какие-то замечания или вопросы есть, мы можем их обсудить. Мне кажется, вообще очень типично для Аристотеля начинается. То есть он говорит о чем-то, что продолжительное, точнее, что непрерывное. В смысле, да, вот как вы сказали, как грек это слышит и поймет, он же так все время с самых простых или каких-то простонаводных понятий начинает и переходит к тому, что на самом деле является таковым по понятию. Поэтому, мне кажется, очень… Да. В каком-то смысле это типично, но здесь как бы совершается некоторый скачок, которого он, например, физики избегает. То есть в физике он тоже апеллирует к тому, что слышится греческому уху. Вот он говорит, видите, «Госперс семайней тунума». То есть как и значит это название. То есть, например, «сюнехэс». «Сюнехэтэй». Но, тем не менее, он не говорит здесь ни о каких связках, визанках и так далее и дает очень конкретный, очень точный смысл того, что такое «сюнехэс». Впрочем, как мы увидим ниже, здесь он будет определять «сюнехэс» по-другому, иначе, чем он будет его определять в физике. Но это нам нужно будет дочитать до следующего предложения. Давайте пока разберем еще лексику в этой фразе «факелос». «Факелос» – это пучок или связка прутьев, насколько я смог понять, в очень-очень широком смысле. То есть некоторые просто говорят, ну, это как римские фасции, то есть вот эти вот, которые по своей функциональной принадлежности – это плетки. Но, в принципе, насколько я понял, визанка, связка, переплетенная какой-то там шнурком или веревкой любого размера и любого назначения, какая-то связка из прутьев или чего-то подобного, может быть названа «факелос». Например, у Еврипида в Кеклопе такой связкой разжигают костер. Геродот описывает скифов, которые гадают на связках прутьев каким-то непонятным образом, и даже используют огромные связки в качестве алтарей, друг на друга водружая, и в русском переводе это «горы хвороста» получается. У Факедида спартамцы забрасывают связками хвороста, вот как раз те самые факелы, забрасывают вот этими связками хвороста ров у стены города и поджигают их, надеясь, спалить вражеский город, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть никакого конкретного культурного содержания за этим «факелос» не стоит, это любая визанка. Кола и ксюла. То есть клей и дерево. Когда я это прочитал, мне пришел в голову вопрос, я не знаю, пришел ли он вам, зачем клеить дерево и как? И зачем кому-то может прийти в голову клеить дерево? Потому что кажется, что если вы когда-нибудь пробовали клеить дерево, это не самая удачная затея. Есть другие, более эффективные способы соединить два кусочка дерева. Более того, я полагаю, что большинство способов их соединить будет более эффективным. Там гвоздем каким-то или штифтом, или чем-то еще. И я провел некоторое время своей жизни, месяца полтора назад, выясняя, зачем в античном мире могло прийти людям в голову клеить что-то по дереву, что они клеили по дереву и так далее. Я не могу сказать, что я добился каких-то больших результатов. И могу с точностью сказать, что имеет в виду здесь Аристотель, когда он говорит, что кусочки дерева скрепляются с помощью клея. Но кое-какие сведения мы можем подчеркнуть, в частности, например, из Плиния Старшего. В 16-й книге «Естественная история», в главах 82, 83 и 84, он немного рассказывает, ну вообще в 16-й книге, она вообще посвящена дереву во всех его проявлениях, как это вообще бывает у Плиния в «Естественной истории», то есть от того, как оно растет, до того, как его используют. И в частности, вот в этих главах он рассказывает о том, как клеят по дереву, и из его очень краткого экскурса мы можем заключить, что дерево клеили как минимум при изготовлении колесниц и повозок, но он не говорит, правда, как бы, где именно, что клеили. Может быть, можно предположить, что клеили колеса, потому что я смог выяснить, что, по крайней мере, повозки, ну вот уже в новое время, действительно проклеивали колеса, без этого они не держались. То есть их, конечно, на штифты надевали друг на друга, и одновременно их нужно было проклеить, чтобы оно было прочным. Есть вот люди, которые на Ютьюбе, реконструкторы, исторические инструментами той эпохи делают, значит, колеса, ну и вообще повозки американских пилигримов, которые ехали на Запад, осваивая дикие земли Америки. И вот они там показывают, как они, значит, точат-точат стамеской, потом вот они собирают из кусков, и там им нужно все проклеить, чтобы оно держалось. Я не знаю, так ли делали в Древней Греции. Я пытался найти какие-то источники. Я скачал несколько хендбуков по древнему инженерному делу, где есть разделы про столярное дело и все остальное, и про клей там тоже есть, но ничего выразумительного я не нашел. Кроме того, линия говорит нам, что какие-то коробки склеивали каким-то образом, а также клей использовался при винировании деревянных поверхностей, то есть при покрытии их тонким слоем другого дерева. Берем одно дерево и покрываем его тонким слоем другого дерева. Это иногда делается в декоративных целях, то есть просто получается как бы выкладывать какую-то поверхность, ну как плиткой мы выкладываем пол или стену. Точно так же можно вот такой тонкой деревянной плиткой, деревянными пластинками красиво выложить какую-то поверхность. И такие, насколько я понимаю, поверхности даже сохранились некоторые. И, с другой стороны, это иногда делается в чисто утилитарных целях, потому что некоторые сорта дерева, они обладают характеристиками, которые, они слишком дорогие, чтобы целиком из них что-то делать, но они, например, могут быть более влагоустойчивыми, более долговечными и так далее. И если ими покрыть другое дерево, которое более дешевое, то оно дольше живет, лучше работает и все остальное прочее. Вот. Ну, как бы римляне, если уже к римскому периоду переходить, проклеивали дерево, приклеивали одни слой и тонкие дерева к другому при изготовлении этих знаменитых римских щитов, но вряд ли Аристотелю известна такая технология. Так что ничего конкретного я могу сказать про то, что имеет в виду здесь Аристотель, какую как бы культурную вещь он держит в голове, когда он говорит про то, что какие-то ксюля, они соединяются с помощью коллы, я не могу. Александр в качестве примера склеенные вещи приводит книги, та Библия, но поскольку он опускает в своем комментарии, собственно говоря, ксюля в этом месте, то есть дерево, вряд ли можно считать, что он смотрит на папирус как на дерево, на папирус невозможно смотреть как на дерево, но просто он решает ничего про дерево не говорить, про что-нибудь другое склеенное. Может, я имею в виду вот эту скалку, на которую наматывался? Это не пришло мне в голову, надо посмотреть, называлась ли сама эта скалка Библиус. Мне казалось, что Библиус назывался материал. Не-не-не, она так не называлась, я просто думаю, это единственное, что можно представить, что к ней приклеивался первый. Нет, мне кажется, что он просто имеет в виду сам этот же папирус, он же как, его это разрезали, сушили, там клейкий материал, и потом его одни приклеивали к другим. Вот. Мне кажется, он имеет в виду, что сам этот лист, он клееньем образуется. Действительно, он здесь прав. Он просто решает упростить несколько задачу себе, не говорить про, что там Аристотель имеет в виду, что там клеили, какое дерево к какому дереву, он просто решает сказать, что, какие вещи, более, так сказать, обыденные для читающего человека склеиваются. Ну вот склеиваются, например, кусочки папируса, чтобы образовать целый лист. Папирусы никак нельзя назвать деревом отдалённым? Да, никак нельзя, мне кажется. Это тростник, в лучшем самом случае. Какой трост? Оно не древесина, да, точно, не древесина. Явно не ксюра. Но он не говорит, что ксюра, он там просто опускает ксюру. Вот. Я, кстати, думала о каких-то кораблях, но там, видимо, не клей, там какая-нибудь смола, и там другое что-то. Да, они конопатили. Светлана Викторовна, когда я с ней говорил недавно, она тоже говорила, что, может быть, это вот корабли там какую-то, но они, кажется, всё-таки, они использовали там какую-то вот эту вот, законопачивали, так сказать, проёмы между деревом, чтобы вода не попадала в трюм, но кажется, что это просто немножко другая история, потому что вот тот материал, который они использовали, это проконопачивание, это же не склеивание двух вещей, чтобы они стали одной вещью. Это просто как бы забивание проёма между ними, чтобы не текло. Нельзя, кажется, сказать, что вот они из-за этого становятся чем-то сюнэхэш. С факелами тут тоже сомнительно, что они сегодня. Ну, с другой стороны, да, с другой стороны, да. Я подумал, на самом деле, если посмотреть по словарям, колы или кола, некоторые дают, помимо, собственно говоря, клея, некоторые ещё говорят, что это такая штука, я уже забыл, как она называется, что это камедь. Вот, никогда не слышал о том, что это такое. Камедь – это какая-то клейкая субстанция, родственная смоле. И, может быть, я подумал сначала о том, что я считаю, что просто деревяшки смолой, прилепленные друг к другу, но потом я посмотрел бонница, индекс. Нет, кола. Кола. У арестователя это клей. По всем контекстам, по которым это отсматривается, это клей, и он там нам, в частности, говорит, что, например, он в истории животных говорит, что у всех живых существ в коже содержится что-то вязкое и липкое, из чего варят клей. Например, из бычьей кожи, из еще чего-то там производят вот как раз колы, производят клей. Такие вот интересные подробности. Клей варенье. Если вам было интересно что-то про клей варенье. Да, ну и, соответственно, в других контекстах он говорит, например, про то, что вещи скрепляются клеем или гвоздем. Ну, очевидно, он имеет в виду, то есть он говорит, что точно так же колы, или говорит про гвоздь. То есть, видимо, он имеет в виду действительно здесь не смолу как таковую, а какой-то искусственный материал, которым проклеиваются вещи. А еще я подумала, ну, то есть, действительно, первое, что бросается в глаза, что как-то неудачно, что сюнехэ – это какой-нибудь факел или вот склеенное дерево, не возникает же общей границы, правильно ли? Вот, но зато я подумала, что ниже в тексте мы же имеем определение не общей границы, а единого движения. Да, да. И тогда получается, что в отношении этих вещей, в общем, определение работает. Да, совершенно верно, совершенно верно. Это то, до чего нам еще стоит дойти. Но давайте я скажу про скейрус, хотя, на самом деле, я более-менее про скейрус уже сказал. Обычно у Аристотеля это очень общий термин для определения конечности, любой, передней, задней, всякой. Но здесь, скорее, это значит ногу, да, потому что есть не только скейлос, но и брахион. И такой смысл тоже у этого слова есть. Или, может быть, как бы даже было бы лучше сказать, где-то у меня здесь был открыт индекс даже на той странице. Вот, вот если скейлос открыть, то вот это вот все будет про скейлос в смысле, так сказать, мембрум, то есть, в принципе, какое-то, что здесь как нам предлагает. Ла теории к водам, узу фере полон, ну полон, сигнификат, то есть почти что мэрон. И второй смысл, вот такой вот коротенький, он говорит интердум, иногда, фемрум, сигнификары видету. То есть иногда кажется, что Аристотель имеет в виду под это конкретно фемрум, ну то есть ногу. И вот здесь он приводит некоторые любопытные места. Го антропас антискелон, кай подон, тон простион, брахионас, кайта схейрас, эхи. Сэд, говорит, антропа у дымия хрея скелон, тон простион, аль антитутан, брахионас, кай хейрас, эхи. И может быть, как бы эти два смысла, конечности в целом, и ноги, не стоит так сильно разводить. Может быть, просто Аристотель себе это так представляет, что вообще говоря, по умолчанию любая конечность – это нога, но у, или лапа, сказали бы мы, но у человека, но у человека вместо передних ног, собственно говоря, анти, тут он, то есть, тут он же, скелон, тон эмпростион, то есть, передних ног, вместо них у него руки и кисти. поэтому, да, ну, как бы то ни было, здесь, здесь под скелос имеется в виду явно нога, а брахион – это рука. Брахион – это рука, рука во всю длину, в отличие от хейр, которая вот кисть, это очень устойчивое словоупотребление, здесь нет никаких сомнений, это то же самое, что есть во многих других языках, это в русском не очень, вот это вот разделение руки и кисти есть, у нас, конечно, есть слово кисть, но можно сказать, что и вот это вот рука, и вот это вот все, рука, что трудно в других европейских языках сказать, и в то различие, различие, которое в греческом брахион и хейр, оно сохраняется, например, в латинском, причем в тех же, то есть лексические, это у греков, видимо, они берут, или может быть общий предок, я не знаю, потому что у них брахиум и манус, то есть брахиум – это рука в целом, и манус – это кисть, и то же самое сохраняется в итальянском, бракио и ману до сих пор, и во французском те же самые корни, и в немецком и английском тоже есть это различие, но уже у других корней, то есть арм, и хэнт или хант – тоже рука, и вот эта вот рука. И нам осталось сказать очень коротко про кекамены, собственно говоря, теоретические кекамены у Аристотеля, судя по тому, что мы можем увидеть по другим его употреблениям, и даже по специальному определению в одном месте, может значить как бы как изогнутая, так и ломанная, то есть как загибающаяся без угла, так и буквально ломаная линия. Но по смыслу здесь это должно, по крайней мере, значить ломаная, то есть понимать это надо как ломаная, речь о ломаной линии, у которой есть просто излом. И это нужно, во-первых, по смыслу, потому что, во-первых, на ломаную линию с большим правдоподобием можно смотреть как на две линии, а не одну. Да, здесь он говорит, что, обратите внимание, кан кекамены, даже если она изогнутая, сюны хэс дэ, миа лэ, если она даже вот ломаная, но непрерывная, она называется одной линией. Трудно было бы даже заподозрить, что гнутая линия не является одной линией, собственно говоря, с какой стати она не является одной линией. Но если действительно это какая-то вот ломаная вещь, можно вполне представить себе, что это раз линия и два линия. Но если говорить, что и такую линию мы можем назвать одной. Да, Ольга Валерьевна? Да, у меня два небольших замечания. Во-первых, я обратила внимание сейчас, когда перечитывала про себя, что он идёт от меньшей связности к большей связности. То есть он начинает от пучка, который легко рассыпается, потом идут какие-то склеенные деревяшки, потом идёт сплошная линия, казалось бы, уже больше нельзя не придумать чего-то более сплошного. Но он ещё добавляет руку и ногу в самом конце и говорит, что по природе непрерывно, то вот оно самое непрерывное. То есть, может быть, платоник бы остановился на линии, а он говорит, что нет, вот рука и нога, потому что они по природе. А вроде как до этого всё к фюсис относится. И, возможно, здесь есть умысел вот в этой градации. В смысле, до этого, наверное, вы имели луктехно, до этого, до руки. А я что сказала? К фюсис вы сказали. Ой, да, я имела в виду, что, конечно же, техно. То есть, вот скелос и брахи, это то, что он говорит, что самое единое, что может быть, потому что оно по природе таково, а не мы вот такими словами. Да, да, пожалуй. А второе, что я хотела сказать, что кэкомены действительно может быть ломаные. Я просто подумала, что в современной математике вот это, так называются, кусочно заданные функции с такими изломами. Они могут быть как непрерывные, так и не непрерывные. Но не непрерывными они считаются только, если вот эта точка выклута. Но, видимо, он имеет в виду, что у нас действительно нигде не прерывается вот этот излом. Я туда. И тогда аналогия с рукой действительно может работать. То есть, мы мыслим всё равно локоть, например, да, как частники. Да, это, собственно говоря, второй момент, по которому кажется, что нужно, чтобы здесь была именно ломаная линия имелась в виду. Потому что в таком случае понятна аналогия с рукой и ногой. Вот они как бы прямые, вот они ломанные, но от этого они не перестают быть чем-то единым. Да, соответственно, ломаная линия – это, ну, примерно, как рука, согнутая в локте или нога, согнутая в колене, как я уже сказал выше. Камптейн – это типичный глагол, который употреблялся для описания сгибания рук и ног в том числе. И ниже в B1617, вот здесь, где это и надо найти, да, в 15, 16, 17, вот здесь вот, он будет говорить про линию, которая… про то, что в наибольшей степени одной линии… Так, 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 здесь где-то было про круговую линию, но я что-то здесь этого не верю. Это у Александра точно пример такой был потом. Да, у Александра это есть в качестве примера, и у него где-то это здесь было, но я что-то давно считал, честно говоря, и не могу найти. ТСДОТСА и ГАМА, КАЮДЕНО РИОНЕ, то МНРМА и ТОТАКИ НАЙТЕ, И ГОСПЕРКЕ КАМ МЕНЕС. Может, когда-то переведем, дойдем прочее. Да, да, ладно, когда-то переведем на дед. Ну, в общем, мысль здесь была такая, что он будет говорить ниже про круговую линию, и он будет называть, будет отличать ее от КАКМЕНЕС, а она как бы явно изогнутая, но не ломаная. И в целом стандартное развлечение, которое закреплено в греческой математике и более типично кривых именно, то есть изогнутых и прямых линий, это ЭУТЕИЯ и КАМПЮЛОН, или КАМПЮЛА, то есть другой термин используется, хотя это ростный, конечно, термин КАМПЮЛОН, то есть буквально от того же корня, но все-таки немножко другой. И если мы посмотрим на издание Томаса Хита, «Тринадцати книг Евклида», это, пожалуй, самое авторитетное, действительно самое впечатляющее издание, вот противоставление ЭУТЮ и КАМПЮЛОН, оно есть и у Платона, и у самого Аристотеля, и у Евклида оно есть, хотя в менее выраженном виде. Ну, оба они, впрочем, добавляют как раз к ЭУТЮМ и КАМПЮЛОН еще периферез в качестве третьего вида линий, как круговой линии, но сам же Хит при этом указывает, что так на это обычно смотрят, но это не совсем так, потому что про периферез они говорят в случаях про движение, они говорят, что есть прямое движение, есть кривое движение, есть периферез движение, но нигде ни тот, ни другой эксплицитно не говорит, что это еще один вид линии. И если мы посмотрим, например, на то, как последующие математики используют всю эту терминологию, то если опираться на сведения того же самого Прокла, на его комментарии к началу Евклида, то такие математики, как Герон и Гемин, используют именно в качестве ломанной, то есть буквально дают эксплицитное определение, из которого становится ясно, что они не говорят о ломанной линии, линии, содержащей угол, как раз термин кекласмена. Термин кекласмена. И почему я говорю как раз? Это другой термин, это не кекамен, а кекласмен, то есть они другой все-таки используют термин, кекласу. И ниже Аристотель будет говорить про эхусан, гуниан, как через кай с кекамене, вот он, кекаменен, кай эхусан, гуниан. Но тут кай может быть эпокзогетическое, то есть кекласменен, то есть эхусан, гуниан. То есть это может быть просто пояснением, а не двумя разными вариантами к тому, что такое кекамене. Ну и, наверное, надо сказать, что из комментаторов Александр тоже понимает вот это кекамене, кай эхусан, гуниан, как пояснение. Он говорит, тэнде кекаменен, гутос гос, кай гуниан эхай. И Асклепий прямо использует здесь для разговора о тех вещах, которые Истотель называет кекамене, математический термин кекласмене, то есть ломане. И Фома отдельно замечает, что один из его переводов, в котором вместо изгиба рефлексио написано кривизна, курвитас, ошибочен. Потому что по смыслу требуется рефлексио, а не курвитас. По смыслу требуется ломанная линия, а не гнутая линия. Ну и, наконец, кажется, точку здесь ставит Бонниц, который, ссылаясь на о перемещении животных, говорит, что под кекаменем может пониматься и кривая, и ломанная, но тут явно имеется в виду ломанная и приводит как бы все те же доводы, что и выше. И там, а почему я себе не выписал это место? Ну, в общем, там прямо есть определение об этом, о перемещении животных. Дейнкесу, по-моему, это не демоту, а немалиум, где сказано, что это вот как раз либо имеющий изгиб, либо имеющий угол себе линия, кекамене. Вот. Соответственно, Бонниц в своем переводе, он говорит геброхен, да, то есть ломанная. Ну и там дальше уже в переводах кто-то осторожничает, кто-то прямо говорит ломанная, кто-то говорит бент, кто-то говорит как-то иначе, вот французы, у них два варианта бризе и кубе. Ну и итальянцы, по большей части, они следуют за Бонницем, они говорят спецатта, то есть ломанная. Вот так много можно сказать о том, ломанная эта линия или зонт. Хорошо. Ну и если как бы от лексики переходить к тому, что можно сказать здесь в смысле как бы прогрессии мыслей и теории, то я бы сказал следующее, что довольно любопытно, что упоминание линии здесь вводится как будто бы даже не столько как пример, а как будто бы скорее как аргумент, то есть как подкрепление мысли о том, что вещи называются едиными именно в силу непрерывности, потому что как здесь идет Аристотель, он говорит, что даже линия, вернее линия, даже если она изогнутая, но тем не менее все еще непрерывная, она все равно называется единой. То есть он как будто бы это приводит не как пример, а как аргумент в пользу того, что он правильно связывает сюнехея, то есть непрерывность и единство. И более того, дальше как бы такая же прогрессия, такое же отношение сохраняется между примером линии и примером руки и ноги, потому что кажется, что точно так же, как бы линия служит скорее аргументом, чем примером, точно так же ссылка на руку и ногу служит некоторым продолжением этого аргумента, то есть используется для подтверждения тезиса о единстве в том числе ломаной линии. Потому что ну вот руку и ногу, когда мы их согнули, мы же не назовем их ни единым чем-то, чем-то ни одним, они не становятся от этого множеством вещей. Точно так же и значит линия, даже если она изогнутая, не становится ни единой. Мы вполне можем назвать ее одной. И тот факт, что Аристотель считает нужным сказать нечто подобное о линии и подкрепить к тому же это еще каким-то обоснованием, может указывать, может быть, на то, что он находится здесь в контексте какой-то академической дискуссии, особенно учитывая, что третья соль линии, он как бы возникает и исчезает достаточно неожиданно и ниже вновь Аристотель вдруг к нему возвращается. И не то, чтобы у этого есть какое-то очевидное назначение, не то, чтобы без этого было нельзя, поэтому можно заподозрить действительно какие-то дискуссии академиков, которые любили поговорить о чем-то математическом. Ну и последнее, что я бы отметил, это вот это вот, которое у меня желтым здесь выделено, Алтон. Тут он, причем, собственно, Алтон. К чему это Алтон отсылает? Если я правильно понял, то Александр понимает это в том смысле, что это дает отсылку не ко всем вещам, о которых говорилось выше, а только к последним из указанных. То есть, это отсылка не вот к пучкам, деревяшкам, линиям и конечностям, а только к последним, то есть к рукам и ногам. И Александр понимает так, что Аристотель говорит здесь о ногах, руках людей по сравнению с ногами, руками статуй. Вот такая внезапная интерпретация. Не то, чтобы это было убедительно, но я, честно говоря, сам не знаю, как объяснить здесь Алтон. Зачем нам так это подчеркивать? Ну, может быть, с другой стороны, это и не нужно объяснять. Может быть, это слишком глубоко копать. Просто сказал Алтон, а не Туттон. Можно я еще хотела уточнить? У меня такое понимание, что в последнем продолжении речь идет о Сюнихе Кататусе, то есть не о вещах, которые существуют, не он, как Кататусе, а Сюнихе Кататусе. И тогда собственно линия это то, что существует, то, что непрерывное по природе, ну, прям вот трудно себе представить, что не более непрерывное, потому что, конечно, она делена до бесконечности, и это отсылает нас к определениям данной физики. Потому что это прежде всего величина. Да, я согласен с тем, что линия, конечно, она будет Кататфюсой или просто Тэфюсой Сюнихе, но я не очень понял вот то различие, которое вы видели вначале, что, значит, он-то Кататфюсой и Сюнихе Кататфюсой. Нет, просто можно предположить, что он разделяет с одной стороны части тела, а с другой стороны линия. Мы можем сказать, что линия, она существует по природе? Или линия это все-таки что-то существующее благодаря искусству? Мне кажется, что она существует по природе, Аристотель, да. То есть она является по природе, но она явно не в силу техно. То есть у Аристотеля, если я правильно понимаю, математические объекты, они не техно, он-то. Они скорее фюзы, он-то, но и рука, и нога, они тоже фюзы, вне всякого сомнения. Вот то, что касается техно, это, конечно, связка, вязанка и склеенные деревяшки, это вот техно. Я тоже не думаю, что Александр прав, выдумывая здесь вот такое вот различие между руками и ногами статуи и живых существ, но это просто я в контексте того, почему здесь возникает аутон, сказал, потому что у меня нет какого-то хорошего объяснения, почему такая формулировка. Но, повторяю, может быть, мне только кажется, что здесь нужно как-то объяснить, почему Аристотель говорит аутон, а не просто тут он. То есть может быть просто объясняет именно это различие между техно и фюзой своим примером как бы очень таким не слишком глубоким примером в том плане, что он берет то, что естественным образом единое, то есть руку человека и то, что статуя руку, то, что искусственно созданное, тоже единое, как рука, но рука человека, так как, что он там говорит, еще у них общая синайстезис, и поэтому части вместе с друг другом гармонично в одном движении, в общем, в эту сторону развиваем мысль. Нет, безусловно, мне кажется, вы правы в том, что его мысль, она элементарна на различие того, что является непрерывным или сплошным по природе, в отличие от того, что сделано таковым искусственным усилием. Я просто говорю о том, что меня смущает, что здесь есть этот алтон, на что оно должно указывать, но, может быть, я слишком сильно копаюсь в этом. Давайте, может быть, тогда перейдем к следующему предложению. Юлия, могу я спросить прочитать вот следующие две строчки, пятое и шеестое. Так, то, что называется непрерывным, непрерывно называется то, то, чье движение является единым как таковое и не может вести себя иначе. Единым как таковым и не может вести себя иначе. Единое – это движение того, что не разделяется. Единое же это движение того, что не разделяется. Не разделяется же то, что не разделяется по времени. Да, да, совершенно верно. Тут вот какое-то такое последовательное определение, что одно определяется через единое движение, потом единое движение объясняется через... А единое движение — это то, которое неделимо, а неделимо теперь объясняется, что значит неделимо, В каком смысле нигелима? Нигелима может быть по-разному. Нигелима ката-хронум. Нигелима в отношении времени. Это явно определение, причем довольно точное и выверенное того, что такое Сюнахэс. И это определение, дающееся в термах движение, центральный элемент здесь движения. И точно так же оно дается в йоте. Точно так же оно дается в йоте. Где-то у меня здесь было открыто в йоте. Вот это йоте, да, это йоте. Вот тоже через движение у нас здесь это определено. И это отличается от классического определения непрерывности у Аристотеля из пятой книги, третьей главы физики, которые я уже открывал, которые я уже приводил. Там оно совсем другое. Там оно не дается в терминах движения совсем. Оно дается в терминах соприкосновения, последовательности и совпадения краев у какого-то предмета. То есть там Сюнахэс определяется как то, у чего полностью совпадает граница. И Рос справедливо замечает, что кажется, что определение из физики, оно более совершенное и более убедительное. Потому что оно не прибегает, кажется, достаточно лишнему и постороннему здесь понятию движения. И возникает тогда вопрос, можем ли мы что-то сказать о том, почему А не использует здесь определение из физики, а использует здесь другое какое-то определение, связанное с движением. Ну и здесь дальше можно строить разные гипотезы. С одной стороны, можно было бы подумать, что он не прибегает к определению через совпадение краев или определению из физики, которое даже делает, делается не в терминах совпадения краев, а делает в терминах единства краев. Потому что там ТАУТО ГЕНТАЙ КАЙ ГЕНТО ГЕКАТЕ РУПЕРС. Так вот, можно подумать, что он не прибегает к этому определению, потому что здесь он напротив определяет Сюнехэс для того, чтобы определить ГЕН. Если бы он ГЕН определял через Сюнехэс, а Сюнехэс, в свою очередь, определял через ГЕН, то получился бы круг. И, может быть, поэтому он не хочет этого делать, но это вряд ли. Потому что мы уже видели раньше, особенно в 4 главе, что круг Аристотеля в Дельте не смущает. Его не беспокоят круговые определения, потому что кажется, что вообще здесь он не то чтобы, прежде всего, занимается определениями, не столько определениями, сколько объяснением. И значимой разницы в предмете и целях обсуждения между физикой и метафизикой Дельтой тоже, кажется, нет. Может показаться правдоподобным объяснением, так сказать, хронологическое и чисто доктринальное, что Аристотель просто меняет свою позицию в вопросе, как наилучшим образом определить и объяснить непрерывность, что значит в Дельте и в Йоте, может быть, он считал одним образом, но физика, может быть, пятая, по крайней мере, книга ее, более зрелое произведение. Если придерживаться такой позиции, то, наверное, надо говорить, что физика – это более зрелое произведение, физика пять, по крайней мере. Потому что технически это намного более совершенный текст. Потому что Дельта – это путанный текст, в котором как-то перескалкиваем мысль от одного к другому, а пятая книга физики – это очень совершенный, очень технически выстроенный текст, просто одно к другому, где каждая примыкает. Но кажется, что мы можем дать другое, более простое объяснение, которое объяснит, почему… Дорога хорошо объясняет, почему здесь не используется определение из физики. Нет, это такое следующее объяснение, что Аристотель определяет здесь непрерывное через неделимое движение не потому, что он видит преимущество в определении через движение, а потому что он видит преимущество в определении через неделимое. Вот что для него здесь важно. Потому что, как мы увидим ниже, центральным элементом, который определяет, который объясняет, с помощью которого он объединяет все разные смыслы единого катхалто, Это адиаритус. Адиаритус – это общий элемент во всех ниже перечисленных смыслах единого. Для него важно определить всё единое, ну или, по крайней мере, объяснить всё единое катгауто, ген катгауто через адиаритус в том или ином смысле. И в данном случае он определяет, соответственно, единое как непрерывное. Ему нужно как-то объяснить, что такое непрерывное через неделимое, и единственный, видимо, способ, который он находит здесь, чтобы каким-то образом использовать неделимость, представление о неделимости в объяснении непрерывности – это указать на непрерывное неделимое движение. И тогда становится понятно, почему не использовано определение непрерывного из физики, потому что в определении непрерывного из физики, кажется, нет никакого неделимого, а здесь оно есть, и здесь оно нужно. Вот как я бы на этот вопрос… Но ведь в физике он тоже от мыслей о непрерывности пространства, например, тут же переходит к мысли о непрерывности времени, и он там говорит о том, что время не делится на нюн, но не делится на моменты, точно так же, как пространство сплошное не делится на… Ну, линия на точке, например, не делится. В физике есть эта линия рассуждения, но она не построена в той последовательности, как вы сейчас её воспроизвели, потому что она даётся в четвёртой книге физики, то есть рассуждение о времени и о моменте теперь, то нюн – это конец четвёртой книги физики. Это с десятой по четырнадцатой главы, если я не ошибаюсь. А определение непрерывного, как сюнэхэс, в, собственно говоря, этих пространственных терминах, которые прежде всего интересны Аристотелю в пятой книге, это пятая книга, то есть это после. Это после рассуждения о времени, о месте и о пространстве, которое составляет четвёртую книгу, это уже как бы следующий этап этого рассуждения. Безусловно, Аристотель, как бы для него эти темы важны, и он использует это и для объяснения того, и для объяснения другого, но, по крайней мере, когда он там определяет, что такое сюнэхэс, он не прибегает ни к объяснению через движение, не прибегает к объяснению через время и не прибегает к объяснению через неделимость. Он объясняет это через совпадение концов, совпадение краёв, наверное, лучше было бы сказать. И, наверное, для этого есть. Я просто могу сказать, что, может быть, действительно это не связано там напрямую с определением, но в его сознании, как мне кажется, это очень тесно связанные вещи. Он, реагируя на пари Зинона, он говорит о том, что не может быть делимое пространство и точно так же не может быть делимое время, что если мы допускаем что-то из этого, то это приводит нас к разным фантастическим выводам, которые мы не можем принять. Да, да, да. Я не знаю, что говорят комментаторы на этот счёт, я не смотрела. Но здесь можно подумать о таких вещах, единство которых обеспечивается именно непрерывностью их существования во времени. Ну, не знаю, например, космос какой-нибудь. Вот он один, потому что вот он существует непрерывно. Или человек, вот он существует непрерывно, никогда не перестаёт существовать. То есть это один из смыслов, в котором мы можем говорить о том, что что-то непрерывно, что оно одиаэритоскатахрон. То есть у нас нет какого-то мигающего, верцающего существования, но оно продолжается всегда. Для таких вещах мы можем сказать, что они одни. Ну, про то, что он имеет в виду под одиаэритоскатахрон, сейчас мы ещё скажем. Он не имеет в виду того, что, например, космос существует, катахрон, неделимый и так далее. Он имеет в виду, кажется, очень конкретные вещи. Сейчас одну минуту я к ним перейду. Но перед этим то, что вы сказали про неделимость и непрерывность пространства, что пространство непрерывно в том смысле, что оно не делится на какие-то отдельные точки. Оно действительно не делится, то есть линия не разбивается на отдельные точки, но при этом нельзя сказать, что линия является неделимой. То есть линия, строго говоря, она, наоборот, бесконечно делима. Она делима в каждом конкретном месте, просто нету каких-то атомов линии. И в этом смысле трудно было бы сказать, что то, что является сюнехэс, оно является одиаэритус в смысле геометрического его состава. И поэтому он не мог бы, например, определить сюнехэс как одиаэритус, ну там, кататопом. Явно сюнехэс, тем не менее, оно диаэритус, кататопом. Поэтому ему нужно, в его интересах здесь, потому что он везде будет главным элементом своего объяснения, почему это называется гэ, что-то, одиаэритус. Оно должно быть в каком-то смысле неделимое. И, кажется, выход, который он находит, это сказать, что оно неделимо не в смысле, что его нельзя разделить, а в смысле, что движение, если вот оно уже скреплено, то движение, которым оно будет двигаться, это единое и неделимое движение, которое нельзя поделить. Нельзя поделить катахроном. Ну, что же, собственно говоря, значит катахроном? Давайте перед тем, как я скажу, что значит катахроном, мы можем задаться вопросом о том, в каком смысле оно «кадгауто», «мия кадгауто». Очень маленькое разночтение здесь. Возможно, Альдина нам здесь дает «гэ кинесис», и, соответственно, возможно, некоторые считают, что Александр тоже здесь читал «гэ кинесис». Но это техническая история не очень интересная. Куда более интересно, что вот всех этих двух строк, ни первое, ни второе, это всего этого предложения, нету в одной из наших хороших рукописей, у нас три главных рукописи, вот в «J» вообще нету этого выражения. То есть просто весь период выброшен. Его там нет. Трудно даже как-то это объяснить, потому что это один из главных, кажется, периодов в этой линии рассуждения, потому что именно здесь говорится про то, что это единое, то есть неделимое движение. А это самое главное здесь для Аристотеля. Но вот, наверное, как-то что-то выпало. Но, тем не менее, возвращаясь к тому, что здесь имеет в виду Аристотель, то есть единое движение движение, у чего? В каком смысле движение может быть единым, как галто? Что значит быть движением одним, катасиум бэкос, например? Фома высказывает предположение, ну, наверное, самое убедительное. Я не знаю, как по-другому это объяснить. Он считает, что Аристотель имеет в виду, что у непрерывных вещей одно движение по их существу, но у них может быть в дополнение к этому одному движению, то есть здесь миа имеется в виду не единое, как раз одно движение, то есть единственное движение, не два, а одно. У них может быть какое-то акцидентальное движение, которым они движутся. Пример, который он приводит, это очень эристотельский пример, это движение человека на корабле. Вот у него есть единое катгауто движение, которым он движется, то есть он может сам себя двигать, и это его движение, но одновременно он плывет на корабле, и у него есть акцидентальное движение, которое не является его движением катгауто, и если считать количество акцидентальных движений, то у одного предмета, который является сюнэхэс вполне, и в этом смысле гэ, может быть множество акцентральных движений. Но единое движение, которое интересуется Аристотель, или одно единственное движение, это движение кадгалто, которым нечто должно двигаться, чтобы быть сюнэхэс. Вот. Наверное, действительно, это наиболее разумное объяснение того, что здесь имеется в виду кадгалто. Но если у вас есть какие-то другие предположения, это было бы интересно, потому что меня сначала это смутило. Вот у Фомы я что-то вычитал, но это похоже на какое-то объяснение. Дальше. Движется одним движением, то есть, опять же, если мы ориентируемся на Фому, а также на Боннице, который к нему здесь присоединяется, дело не обстоит так, что какие-то части вещи движутся, а какие-то в то же самое время покоятся. Некоторые считают, например, Кубицкий так считает, что речь скорее здесь о том, что дело не обстоит так, что разные части одновременно движутся разными движениями. Ну, например, как было бы в случае каких-нибудь бус, что вот как бы одна бусина движется сюда, а другая бусина движется сюда. И вот несколько движений одновременно у какой-то вещи есть. И в таком случае она как бы не сюнехэс. Но сам Аристотель в конце вот этого смыслового отрывка, который мы читаем, чуть ниже, он, обосновывая большее единство прямой линии по сравнению с той самой ломаной, говорит, именно не бывает так, чтобы одна из имеющих величину частей покоилась, когда другая движется. То есть он действительно описывает ситуацию, когда единое движение, это тогда не бывает так, что одно движется, одна из частей движется, а другая часть покоится. То есть все части движутся одновременно у какой-то вещи, и только в таком случае она является сюнехэс. Может быть, как-то одно можно сформулировать в терминах другого, то есть может быть действительно такие вещи, что если они могут одновременно, одна часть их может двигаться, а другая в это же самое время может покоиться, то эти вещи могут одновременно двигаться этими частями по разным движениям, в ту сторону и в другую. Не знаю, так это или не так, можно ли придумать такие вещи, в случае которых возможно, что одна часть их покоится, когда движется другая, но они не могут, например, эти две части двигаться одновременно разными движениями. Как-то я думал-думал, но ничего не придумал. Но Апостол по этому же самому поводу, Гиппократ Апостол, один из переводчиков, комментаторов метафизики на английский, замечает, что Аристотель, по его мнению, дает здесь определение неопределения непрерывного как такового, а указывает на собственное свойство непрерывного и при этом только на характерное для твердых тел, для солиц, как он говорит, потому что в случае нет твердых тел, нет никакой особенной проблемы, чтобы одна часть непрерывной вещи двигалась, когда другая покоится. Ну, если мы возьмем какое-нибудь желе, одна его часть может двигаться, а какая-нибудь другая, которая далеко от него, может вполне покоиться, хотя вот как бы они прилегают все непосредственно одна друг к другу. И что касается неделимого по времени, мне кажется, что это хорошо объясняет тот же самый Фома, это когда в то же самое время, когда движется одна часть непрерывной вещи, чаще движется и другая часть непрерывной вещи, всякая, другая часть непрерывной вещи. То есть все чаще движутся одновременно, в одно и то же время. Не бывает так, что одно без другого. А если чаще рукой, а при этом сидит? Вот пример с рукой. Это-то и проблема, да. Одна часть двигается, а вторая покоится. Да, это-то и проблема. Как это? А еще вспоминается сразу пример из Политерии, где Сократ говорит о том, что софисты начинают говорить о том, что Юла и двигается, и не двигается. Да, да. Там он говорит о том, что важно различать, в каком отношении двигается, в каком нет. Да, да, совершенно верно. Здесь у нас тоже будет что-то похожее на Юлу в одном месте, когда он будет говорить про движение разных частей. Так, так, так. Сейчас я найду то место, на которое я хотел показать. Интересно, что он имеет в виду, когда говорит про движение линии. Просто сейчас, сегодня мы там после Ньютона можем сказать, что производная – это скорость. А давайте дочитаем движение линии. Действительно довольно любопытно. Но как бы то ни было, для меня вот то недоумение, которое вы высказали, оно у меня тоже есть. Кажется, что вот как бы рука, одна часть движется, другая покоится. И вполне возможно, что одна часть движется, одна часть как бы непрерывной вещи может двигаться, другая покоится. Но Аристотель ниже, эксплицитно скажет, что он имеет в виду, что единое движение – это когда не бывает так, что одна часть из имеющих мегатус, из имеющих величину. Вот он говорит. Но он, правда, говорит здесь про конкретно прямую линию, но кажется, что он говорит об этом в связи с тем, что он выше сказал про неделимость движения. Но, впрочем, давайте до туда и дочитаем. Кажется, что в случае действительно прямой линии – это более или менее правдоподобно, а в случае других всяких вещей возникают большие вопросы. Давайте тогда продвинемся чуть дальше, и, Надежда, могу у вас попросить еще две строчки, нам три даже прочитать. Сейчас я покажу. Вот отсюда и вот досюда. Я просто хотела к предыдущему. А, да, давайте. Но мы там еще почитаем, конечно. Он мог бы добавить «может двигаться единым движением». Тогда было бы понятно. А может и не двигаться его почему. Я боюсь, что все может двигаться единым движением. Нет, именно тогда вот единое движение, которое как хавто. То есть не потому, что вы два кубика вместе подвинули. То есть у них может быть какое-то единое движение. Но может и не быть, вот как с рукой. Потому что рука может часть ее двигаться, а другая будет покоиться. Я, кстати, тоже так подумала, что это не необходимое условие, но одно из возможных для определения непрерывных. Ведь кажется, что если мы возьмем два кубика и двинем их одним движением, они тоже могут двигаться одним движением. Да, но это будет тогда не кат хавто кинесис, а будет катасимбебекус. Вы же нам сами только что рассказали. Ну а в каком смысле это будет катасимбебекус? В том смысле, что это не движение, которое исходит из его собственной природы, но в таком случае и движение связки прутьев будет движением, которое не исходит из его собственной природы. А тем не менее, ну или так, движение двух склеенных кубиков из дерева. А тем не менее, Аристотель, кажется, говорит, что эти вещи, тем не менее, являются сюнахэ. Ну это просто другой смысл. Вот оно, как Надежда сказала, они могут двигаться одним движением. Это один из способов определить непрерывность. Это не значит, что все прутики вот в вязанке, они ничем от жилет не отличаются. Один немножко отстает, а другой немножко опережает, когда ты несешь вязанку прутьев. Одна как-то там на ветру колеблется. Они все немножко по-разному двигаются. Мне кажется, в этих двух строках как раз дают кюриос, что есть как раз-таки самое необходимое по себе непрерывное. Эти две строки. Потому что, опять же, вот этот мы хойонте алос, эхэйн. Ну, здесь явно есть какие-то градации. Потому что в следующем предложении он скажет катгаутау де сюнахэ, а значит, в отличие от каких-то сюнахэ, которые не катгаута, а чуть ниже он скажет то де голес сюнахэ гэн лэгэты. Еще одна градация, по сравнению, которая показывает нам разные уровни того, как можно быть непрерывным. И выше еще он говорит, что можно быть малон сюнахэ, в случае, если нечто по природе, по сравнению с тем, как нечто является сюнахэ с техны. Ягна, у него здесь есть какие-то градации, но он как-то в них запутался. Ну, или, по крайней мере, возникает такое ощущение. Может быть, совсем и не запутался. Может быть, на самом деле для него все стройно. Но, по крайней мере, это изложено так, что голова несколько идет кругом. Давайте попытаемся продвинуться, тем не менее, в этих разновидностях, непрерывности. Вот теперь про кат гаута дэсюныхэ гос. Кат хаута дэсюныхэ хоса, мэ ха фэ хэн. Эй гар тэй ес хаптонэна, алэлон ксюла. У фэсэ стафта эй ней хэн. Тэ ксюлону, тэ сома, ут алу сюныхэс у бэн. Все же, да, у меня? Да, да. Я думаю, что да. И вот сами по себе непрерывные вещи – это те, которые являются едиными не благодаря касанию. Ведь если положить соприкасающиеся друг с другом куски дерева, ты же не скажешь, что они одно и не в качестве древесины, не в качестве тела и вообще чего-либо непрерывного. Да. Ты не скажешь, что они представляют собой какое-то одно тело или какую-то одну тоску или вообще что-либо одно. Что-то что-либо непрерывное одно. Да. Совершенно верно. То есть здесь мы видим перед нами еще какое-то одно пояснение, касающееся смысла непрерывного с помощью отличения. То есть арсетель поясняет, что такое непрерывное, с помощью отличения его от всего лишь соприкасающегося. И, значит, бывают такие вещи, которые только лишь соприкасаются, а бывают такие, которые являются сюнехэ кат галта. То есть по своему существу или сами по себе. Ну, первый вопрос, который может здесь опять же возникнуть такой же, как у нас возникал в прошлый раз, ну или, по крайней мере, у меня. Не буду говорить за всех. Почему здесь кат галта? Что это за такое кат галта? Ну, здесь кажется, что тут прав Александр. Он просто в своем переводе, не переводе, в своем комментарии, передает кат галта словами католю, кай кат галта, кай кюриос. То есть это просто, видимо, надо понимать не в каком-то сильно техническом смысле, а примерно в том смысле, каком мы можем сказать кюриос сюнехэ. То есть в более собственном смысле, в менее переносном. То есть манун сюнехэ. Это те, которые мэ гафэ. Мэ гафэ, разумеется, по смыслу это может быть только мэ монун гафэ. То есть здесь подразумевается не только лишь соприкосновение. Здесь подразумевается не то, что они не должны друг друга касаться, не могут друг друга касаться, а подразумевается, что касаний недостаточно. Нужно что-то еще. Ну и дальше, здесь у нас такой потенциальный условный период. Если я не ошибаюсь, у Аристотеля довольно редко такое обращение на «ты». В его примерах бывает, случается, но не очень часто. Вот, если ты положил, сложил вместе какие-то доски друг на друга, то ты не сказал, ты не скажешь, что это что-то одно, то другое или третье. Ну, опять же, близкая параллель есть в «Физике 5.3». Аристотель говорит там очень похожие вещи о соотношении непрерывного и касающегося, то есть о том, что вещи могут касаться, но не быть непрерывными, и вещи могут, но для того, чтобы вещи были непрерывными, они всегда должны касаться друг друга. И он, однако, говорит там это более подробно и без апелляции к единству, к чему-то «гэм» и без апелляции к словоупотреблению, потому что здесь явно есть апелляция к словоупотреблению. У «Фэсэйс» ты не скажешь, что это чего-то одно. И, кроме того, он там более подробно описывает это соотношение, все непрерывное также касается, но не все касающееся непрерывно, и ясно, зачем ему это там, потому что там как бы это центральный стержень всей главы, там это очень важно. Не очень ясно, зачем ему это говорить здесь. Но, строго говоря, если бы вот здесь это заключить в скобки или совсем выбросить, то сильно бы в тексте ничего не поменялось, и это выглядит скорее как какое-то замечание в сторону. По крайней мере, оно скорее разрывает текст, который идет до этого, потому что потом снова будет возвращение к, вообще, на самом деле, будет возвращение еще к линиям, про которые была речь еще аж вот здесь. Тут вот про Эхэ Камстин будет и так далее. И как бы в целом не очень ясно лично мне, но, может быть, вы сможете для меня это прояснить, как как бы это замечание соотносится с предыдущим. То есть и там, и там говорится о том, что значит быть непрерывным, и в предыдущем предложении это определяется более точно, а тут только говорится, что недостаточно простого соприкосновения. И может сложиться впечатление, что это какие-то две разные версии объяснения того, что такое непрерывное. И, в частности, как я уже говорил, кодекс J у нас просто выкидывает предыдущую версию полностью, оставляя только эту. Если мы все-таки будем пытаться понять, как эти две вещи в одном тексте должны быть связаны друг с другом, то, может быть, это вот второе наше предложение, которое мы только что прочитали, является выводом из первого. Типа того, что непрерывное – это то, что движется одним движением, так что в собственном смысле непрерывное не может быть тем, что прилегает друг к другу только за счет касания, потому что оно не будет тогда двигаться одним движением. Оно там разлетится. Все, если оно только лишь касается друг друга, а не скреплено еще чем-то более прочным. Ну, кажется, что хотя D наше вот здесь вот может иметь какое-то результативное значение, но тут построение фразы не очень похоже на какой-то вывод, и дополнительную непохожесть придает то, что далее следует обоснование того, что прилегающее лишь соприкосновением не является непрерывным, которое апеллирует к языковому узусу, а не к введенному выше определению, касающемуся единого движения. И, как бы, кроме того, странно выглядит то, что для определения непрерывного по своему существу, который, в свою очередь, используется для определения единого, используется, как бы, апелляция к единству, единое не за счет простого соприкосновения. Ну, да, вообще как-то состоится ощущение, что содержательное и хорошо интегрированное в текст замечания о непрерывности, которое было чуть выше в пятой-шестой строчке, окружено с обеих сторон какими-то случайными и плохо встроенными в текст замечаниями. О степенях непрерывности вот здесь у нас говорится, что про одну степень непрерывности у нас сказано. Ниже тоже сказано про какую-то степень непрерывности. Но как-то непонятно. Переход от одного к другому, к третьему выглядит как нагромождение каких-то дополнительных мыслей. Но, может быть, это излишне пессимистичный взгляд на это. Какого-то, мне кажется, все-таки плавного движения мысли не происходит. Ну, здесь это не снимает, конечно, ваших возражений. Тут действительно какие-то странные скачки. Они еще усугубляются тем, что он постоянно переходит от геометрических объектов в физическим. Это сбивает с толку. Но у гаптома есть значение геометрическое, которое может быть теоретическим продолжением мысли про предыдущие и связываться с последующими линиями. Гаптома применяется касательным. То есть, если линия к чему-то... Нет, да, да. И просто линии друг с другом, они тоже могут касаться, да. Ну, они пересекаются, наверное. А, ну, либо если они изогнутые, да, там, может быть, касаются. И, возможно, он здесь просто хочет исключить такого рода соприкосновения, потому что это тоже соприкосновение, но это соприкосновение в одной точке. Он говорит, что вот этого недостаточно. То есть, типа, если я ударил Кием по бильярдному шару, и там еще 10 разлетелось, я, правда, так не умею, но допустим, что это не одно движение. И точно так же с линией, если она где-то прикоснулась, например, там, к окружности или к другой изогнутой линии, это недостаточно для того, чтобы считать, что они сюнахэс. А, это интересно. Это мне в голову совсем не приходило, что здесь может быть речь о каких-то геометрических вещах. Я про деревяшки только думал. У Платона просто это очень часто встречается. Он вообще очень любит эту терминологию, геометрическую, гаптомай. У него очень разные виды соприкосновения используются, описываются таким глаголом, как гаптомай, например, познание. Например, это как соприкосновение души с какими-то чувственными или умопстигаемыми предметами. Но мне кажется, там есть какая-то геометрическая под этим подоплека. И у Евклида это потом встречается, именно в геометрическом смысле это касательная линия. Вот она где-то касается. И насчет терминологии, потом неоплатоники тоже перенимают все. Нет, для Аристотеля тоже довольно характерно гаптомай в смысле касания. То есть действительно. Он говорит о том, что... Ну для того, чтобы две, например, линии были одной линией, они должны быть синехэс, а для того, чтобы они были синехэс, они должны касаться друг друга, и, соответственно, их концы должны полностью совпадать. В таком случае мы можем сказать, что два отрезка АВ и ВС образуют одну линию, или один отрезок, например, АС. В противном случае они не могли бы быть непрерывным чем-то. Но это скорее как бы не льет воду на эту мельницу, но вот та дополнительная ситуация, которую вы представили, то есть что, например, какая-то изогнутая линия касается другой какой-то линии только в одной точке, и этого недостаточно, чтобы назвать это одной и непрерывной линией. Ну, наверное, может быть, в этом что-то есть. Над этим стоит подумать, по крайней мере. Я над этим не думал. Это интересно. Спасибо. Здесь, конечно, смущает, что он тут же опять переходит к своим деревяшкам. Да, то есть как-то дальше примеры разрушают, а так идеи отличные, мне кажется. Да, пример совсем другой. Уточнить надо, в каком смысле, что изогнутость сохранит нам непрерывность, а, например, касание, если у нас линия прикасается к окружности, она не сохранилась. Ну, ладно, давайте тогда, если нам деревяшки не нравятся, вернемся обратно к линиям, потому что именно к ним дальше переходит Аристотель. Опять-те, Ольга Валерьевна, тогда снова вы. И, на самом деле, вот до конца смыслового этого отрывка. Вот так и вот до сюда. Ну, ладно. Я думаю, голос это И в целом что-то совершенно сплошное называется одним, даже если там есть изгиб или излом. И еще в большей степени называется одним то, что такого излома не имеет. Как, например, кнемы, не помню, что такое. Это голени бедро. Кнемы и мерос скелус – это голени бедро ноги. Голени бедро ноги. Потому что, возможно, чтобы движение ноги было не одним. Вот это то, о чем мы сейчас говорили, кстати. Да-да-да. Честно, ноги двигаются или не двигаются. И прямая линия более едина, чем ломаная, потому что ломаная… Я думаю, что здесь, да, эпогезогетическое похоже. И то есть имеющий угол… Мы ломаную и имеющий угол, мы называем и одной, и не одной. Потому что, возможно, чтобы ее движение было и едино, и не едино. А движение прямой всегда едино, всегда одновременно, точнее, гамма. И нет такой части, имеющей величину, из которой бы одна двигалась, другая покоилась. Как в случае ломаной. В случае ломаной. Это абсолютно удивительно просто, потому что, мне кажется, мыслить движение линии без производной очень сложно. И он мыслит… Какой участок, в котором нет роста, да? Или что? Да, Юлия, вы что-то хотели? Да, у меня был вопрос к Доскелус, потому что, мне кажется, что там генедивус компарационис, а не партитивус. Да, да, нет, вы правы, да. Там действительно компарационис. Движение, может быть, имеется в виду изменение. Да, что голень или бедро называется чем-то одним в большей степени, чем нога. Там действительно такой смысл, а не голень и бедро ноги. Это я просто в моменте не сориентировался. Вы совершенно правы, конечно. Да, теперь вижу. А насчет движения, мне кажется, что линия… Тут нужно понимать движение как изменение. Я бы что-то дальше не продумала, что там… Мне кажется, что… Да, да, да. Мне кажется, что… Надежда права. Это очень характерное для греческой геометрии представление о том, что, например, прямая линия, двигаясь по окружности, описывает круг. Да, то есть вот мы берем линию и двигаем ее, ну, как циркуль, мы ее двигаем. Вот радиус берем и двигаем ее по, так сказать, циркульной окружности, и у нас круг получается. Если у нас уже есть круг, и у нас есть эта линия, то когда у нас идет изменение, если мы сохраняем эту линию круга, то есть что она отстоит на каждом моменте на одинаковом расстоянии от центра, от радиуса, то как бы все они будут одновременно двигаться, все части этой линии будут одновременно двигаться, если мы будем что-то менять. Если что-то поменять, то уже будет не та линия. Ну, наверное, и так. Тут какая-то уже более сложная мысль, я не уверен, что я вполне ее ухватываю, но просто вот эти истории о том, что движение линии дает какой-то геометрически другую структуру, другой предмет, просто у Евклида очень много такого. И, судя по всему, это для греческой математики важное представление. И представление о том, что двигающаяся точка дает линию, и что двигающаяся линия дает плоскость, и такие вещи, то есть они действительно как-то, возможно, это относится к каким-то более древним слоям греческой математики, когда она была более наглядная и менее умозрительная, потому что считается, что первичный слой начал Евклида и вообще того, что мы знаем о греческой математике, он в существенной степени связан с представлением о передвижении фигур, потому что древнейшие теоремы, доказывающие равенство треугольников, зиждется на том, что один треугольник накладывается на другой треугольник, то есть там определенными махинациями, так сказать, действительно, ну, теоретическими махинациями, они показываются, что если один наложить на другой, то они совпадут. И кажется, что для греческой геометрии просто это намного более естественная вещь, она действительно намного более связана с движением вот этим умозрительным, умопостигаемым. Это да, я просто хотела сказать, что, смотрите, вот мы можем мыслить линию как движение точки, это, кажется, там где-то уже у пифигурейцев появляется, вот линия – это движение точки, но при этом про какую-то часть линии мы можем сказать, что она покоится, RMA. Да, и здесь вот про этот, если мы возьмем пример, который я приводил выше, мы берем радиус и движем его вокруг одной точки и получаем окружность. И Бонниц, я так понимаю, что он первым на это указывает, хотя, может быть, у Александра это есть, я что-то просто как-то уже давно это смотрел, не помню, но после Бонница, по крайней мере, все комментаторы указывают, что оговорка, которую делает Аристотель вот здесь, сейчас я ее найду, «уден морион эхэй мэгэтос». Она для того, чтобы исключить вот это возражение, что когда вы двигаете линию вокруг одной точки, так что вы описываете окружность, какая-то часть вашей линии покоится. Аристотель, говоря «уден морион эхун мэгэтос», он мог бы сказать, да, покоится, но эта часть, она не имеет мэгэтос, она не имеет величины, покоится точка. Покоится точка, а у точки величины нет. Но ни одна часть линии, у которой величина есть, ни один отрезок на этой линии, если ее вращать таким образом, он не покоится. Вот как, я так понимаю, что у вас было какое-то похожее соображение, если нет, то можем вернуться к вашему соображению, а не к соображению, которое выдумывает Бонниц, но, по крайней мере, он вот так объясняет, что здесь делают, это вот «уден морион эхун мэгэтос». Да, об этом Александр тоже говорит, чтобы не… Значит, Александр тоже. То есть он допускает, что у изогнутой линии это возможно, у прямой нет, а у изогнутой возможно, что одна часть ее, имеющая величину, покоится. Я думаю, что он… То есть если мы мыслим линию, как в принципе, как движение точки, что греки делали и делают, то в каком смысле мы можем сказать, что одна часть изогнутой линии может покоиться? Я думаю, что здесь как раз надо говорить о не изогнутой линии, а о ломанной линии. Представьте себе угол. И представьте себе угол, вращающийся вокруг своей оси. И в таком случае, поскольку это… Поскольку вот эта вот как бы ось, которая, вокруг которой она вращается, она совпадает с этой линией, и у него нету размера в третьем измерении. То есть это абсолютная плоскость. То есть это просто линия. У нее даже плоскости нет. То можно сказать, что она покоится, в то время как другая ее часть, вот та, которая через угол изломана, она движется. Она описывает какую-то окружность. А это она будет, ну вот как, так сказать, центр. В этом смысле, если физически мы возьмем какую-то вещь, она будет, конечно, тоже вращаться. То есть она как бы будет осью, у которой будет центробежное какое-то, не центробежное, просто круговое движение, которое будет крутиться вокруг себя. Но если это линия, у которой как бы нечему крутиться, у которой нету вот никакого другого измерения, кроме ее вот этого двухмерности, она будет покоиться в то время, как вторая будет двигаться. Простите, то есть у нас… Вот я сейчас пытаюсь понять, что вы представляете. Вот у меня тут получается какой-то шарик, да, или чупа-чупс какой-то напал. Давайте у меня где-то есть… Сейчас я… Я представляю себе угол. Если я одну часть угла начну крутить, то у меня получится так, как дети рисуют деревья. Сейчас я попробую нарисовать, что я себе представляю. Вот есть ломаная линия. Да. И вот мы начинаем ее вот эту вот, ее часть крутить вот как-то так вокруг вот этой оси. Вот эта часть остается в некотором смысле неподвижной. Если бы это был физический предмет, то она бы тоже двигалась, потому что у нее было бы хоть какое-то измерение в высоту. И это позволяло бы ей двигаться. То есть она бы вокруг своей оси совершала какое-то движение. Но у нее нету никакой высоты. Она чистая линия. У нее… Она в плоскость не выходит. И поэтому она застывает на месте. Она покоится в то время, как вот эта вот часть, вот эта вот часть, она движется. То есть она вот крутится вокруг вот этой вот точки. Я так себе это представляю. То есть это тоже способ произвести круг, просто очень странный. Ну, не то, чтобы Аристотель спрашивает. Наверное, это тоже способ произвести круг. Кажется, не это главная мысль Аристотеля в том, что производится круг. А главная его мысль в том, что здесь может быть такая история, что что-то движется, какая-то часть этой линии движется, а другая при этом не движется, другая покоится. Ну, не обязательно круг. Можно угол просто менять. Да, можно угол просто какой-то, полукруг. Ну, то есть это же в диаметре, мне кажется, до сих пор есть, когда говорят о построениях, давайте передвинем там ребро СД на 100 градусов. А не может иметься в виду так, что вот мы, если линия – это движение точки, то вот у нас было движение точки в одну сторону, потом идёт в другую сторону. Это всё ещё одна непрерывная линия, но дальше точка двигается дальше. А та часть, которая уже была до угла, она остаётся в покое, другая часть двигается, получается. Мы чертим как бы дальше точку. То есть вы представьте себе, вот у нас точка, и вот такое движение точки сначала идёт, а потом вот такое. Да, вот и дальше оно идёт, то есть первая часть её покоится, а другая часть находится в движении. Движение в том смысле, что кинность в том смысле, что изменение. Вот эта вот часть продолжает изменяться, а это уже как бы не изменяется. Ну, не знаю, это в голову мне не приходило, надо над этим подумать, честно говоря. Это применимо тогда, и к не ломаной, а к изогнутой. Да, тогда это более к того, и к прямой применимо, потому что она продолжает, если она продолжает изменяться. Мне кажется, мы можем думать о чём-то вот таком. Простите, я здесь влезу. То есть вот здесь линия движется, да, какое-то есть движение, здесь движется, а вот здесь никакого движения нет. Ну, правда, это точка. Вот, может быть, он о чём-то таком думает? Это он как раз исключает, мне кажется, тем, что он говорит «мегитос». Это точно не точка, а что-то, имеющее величину. Ну, просто вот, если брать там современные какие-то понятия, понятно, что Ньютон тоже читал античных математиков, может, он что-то у них подсмотрел, то вот здесь есть движение, вот здесь движение есть, но нет скорости, например, да, здесь опять что-нибудь такое есть. Опять какой-нибудь рост или убывание что-то. И в каком-то смысле можно сказать, что они все по-разному, вот эти куски себя ведут. Но вряд ли Аристотель мог так размышлять. Да, мне тоже не кажется, что он это мог иметь в виду. Объясните, пожалуйста, как ещё раз ломаная остаётся единой, и её части двигаются одновременно, если одна часть двигается? Это не ко мне, это к Артёму Тимурчу, наверное, да, вопрос? А ломаная остаётся един, то есть ломаная, вы имеете в виду, что не тот случай, который мы разобрали, когда одна часть движется, а другая покоится, а такой случай, когда они обе движутся. Или как? Вы сказали, так не только ломаная была бы линия, но и изогнутая. Про изогнутую сказала Ольга Валерьевна, кажется, я сказал про прямую, потому что кажется, что если речь о том, что, так сказать, продолжается изменение линии, это вот прямая линия, если она продолжает чертиться точкой, то она продолжает изменяться. А это не то, что нужно арестировать. Она является единым, и она является одной частью, то есть там нет... Хотя, если взять... Да, она является, в том-то и дело, что она является единым и одной, но она продолжает... Если исследовать в вашей логике, она продолжает изменяться. ну в принципе нормально его устраивает ситуация, когда прямая меняется целиком, не может быть так что прямая меняется, что у нее часть меняется, а часть не меняется ну да, вот об изменениях честно говоря я не думал, я думал буквально о пространственном движении вообще наверное над этим стоит подумать давайте не в прямом эфире я буду это делать я подумаю об этом чуть позже ну если все-таки как-то кратко суммировать что здесь происходит в этой последней части можно последней? да, да, Урдальден я просто думаю, что вот если он как меня справедливо Юля поправила если он имеет ввиду движение ноги и постоянно сравнивает и если он прямую линию мыслит как голень а ломаную линию как ногу целиком то тогда, наверное, подходит вот тот пример который Надежда привела мы просто угол меняем да и, например, бедро покоится голень двигается или наоборот голень покоится бедро двигается да, в случае бедра наверное, именно это имеется ввиду и может он иметь ввиду вот такой какой-то, да, рычаг условно говоря может быть, конечно, и в случае геометрии он такое может что-то иметь ввиду наверное, может быть в диаметре 2 колена и 3 колена и 4 и сколько угодно в природе одно но аналогию он проводит такую я бы страны в руке то у нас вон сколько суставов плечевой локтевой кисть пальцы но это но для простоты не можем обо всем этом говорить ну давайте как то как бы то ни было если общий обзор этого фрагмента делать то это завершая часть завершающая часть раздела о первом смысле единства в силу непрерывности и здесь начинает с 9 по 12 строчку то есть вот отсюда до подытоживание в котором он повторяет то есть о том что единым называются в том числе согнутые вещи или изломанные вещи что отсылает нас к строкам 2 3 где у нас была нога вот и рука и линия и он связывает эту мысль с определением непрерывности через единое движение которое он давал вот здесь который он давал в 5 6 строчки на здесь у нас было сказано что непрерывно это что это то у чего единое движение и вот здесь две эти штуки одна подцепляется к другой и здесь же он делает уступку некоторую что хотя изогнутые вещи называются едиными они едины в меньшей степени чем прямые вещи что отсылает нас вот к теме различных степеней единства которая поднималась с одной стороны а4 где у нас было единое по природе и по и всего искусства и было не с другой стороны к а7 9 где у нас было единое катгалта которая не только лишь касанием и единое ну видимо катасимбэбэкос которая только лишь касание и дальше он этот факт то есть тот факт что могут можно быть единственными едиными в различных степенях смысле непрерывности он также связывает с определением непрерывности через неделимное движение что вещи содержащий изгиб могут двигаться более чем одним движением вот и поэтому именно они менее едины потому что единое это то что движется одним движением в смысле непрерывности единое а такие вещи у которых есть изгиб они двигаются более чем одним движением я в скобках замечу что в таком случае не совсем ясно, почему это делает такие вещи, то есть вещи, у которых есть изгиб, и которые в таком случае движутся более, чем одним движением. Почему это делает их с точки зрения данного Аристотелем определения, непрерывного как единого, или единого как непрерывного, менее едиными, а не едиными вообще? Потому что определение это было, то, у чего одно движение, то, у чего одно движение. Тут эксплицитно получается, что движение не одно, и непонятно, почему это делает их менее едиными, а вообще не едиными. Это прямо нарушает, кажется, единственное предложенное условие единства. И это как бы некоторое затруднение, которое не очень понятно. Мне кажется, это все не строгие условия. Это возможные условия. Мы можем мыслить человеку, а у него там, вот как Надежда сказала, там можно пальцем подвигать, можно головой. Палец, он единый в большем смысле, чем все тело целиком. То есть есть какие-то степени единства, он допускает возможность говорить о том, что есть единство на разных уровнях. А вне всякого сомнения, это правдоподобная мысль. Правдоподобная мысль в том, что можно быть единым в разной степени. Правдоподобная мысль в том, что можно быть непрерывным в разной степени. Правдоподобная мысль о том, что вот здесь можно выстроить какую-то иерархию того, что более и менее единое и так далее. Но определение-то, которое он дал, или, по крайней мере, единственное условие, которое он дал, это через единство движения, а здесь оно явно нарушает. Тогда ему нужно как-то по-другому это объяснить. или сделать это какой-то комбинацией объяснений. Но он предлагает только одно объяснение и только одно условие. И оно нарушается в тех вещах, которые... Она не нарушается, она просто выполняется разными способами. Ну, если он прямо говорит, что единственное движение, и потом он говорит, что ну, а у руки оно может быть не одно. Может быть, он мыслит какое-то потенциальное движение? То есть я могу встать со стула и перестать двигать одной голенью и пойти целиком? Не значит, что в каждый момент я хожу вся целиком? Ну, как бы да. Но здесь вопрос в том, что именно он хочет определить. Если он хочет определить непрерывность, именно непрерывность, или именно единое в смысле непрерывка, то, кажется, он должен просто тогда предложить какие-то либо в другом смысле, что мы являемся единым, или чего-то еще. Но если он просто определяет это через единое движение, через неделимое движение. Не знаю. Кажется, что здесь есть какая-то проблема, либо он должен сказать что-то вроде того, что ну, в каком-то смысле это движение является непрерывным, а в каком-то смысле оно не является непрерывным в случае руки. Ну, Юлия нам сказала, что она отключится сегодня в полтретьего, но мы уже заканчиваем. Я позволю еще две минуты себе тогда поговорить. Дальше просто Аристотель, если начать с двенадцатой строчки и до конца, он просто подкрепляет все те же мысли еще одним примером. Примером прямой и ломаной линии, которую он уже использовал в начале раздела, в А2, там вверху. И, соответственно, закрепляет уже полученный результат. Что здесь можно сказать? Где мы остановились? Вот мы здесь остановились. Кажется, таде голос, то есть здесь голос относится не голос Сюнехэ, как я понял, вот так поняла Ольга Варея, насколько я понимаю, таде голос очень, мне кажется, удачно Александр это перефразирует, он вместо таде голос говорит католю мен ун. Вот католю мен ун – это примерно то, что здесь имеет в виду Аристотель под таде голос. И в целом, можно сказать, что называется непрерывным нечто, вернее, называется Сюнехэгэн, для этой, если непрерывно называется единым, даже если у него есть изгиб, излом, и еще в большей степени, и так далее. Ну и ТД, это ДИСТН 260, здесь такое эмфатическое Д, которое просто… Артикли прилагательные. Что? Артикли прилагательные они могут разбивать, потому что обычно, когда адвербальные вот такие выражения стоят в начале, редко перед ними, почти никогда перед ними не бывает артикли, которые относятся к подлежащему, а здесь Сюнехэ. Угу. Так, Сюнехэ относятся. Ну, например, там толойпон, впрочем, и тотэйлос, наконец. Они могут стоять в начале, но они не расклеивают, они именно на первом месте стоят, они не расклеивают прилагательность его артиклем. А та, насколько я могу видеть, относится к Сюнехэ. Да, та явно относится к Сюнехэ, здесь не может быть никаких сомнений. Действительно, это мне в голову не приходило, это грамматически не очень хорошо, но я просто… Тогда вы считаете, что ТАДЭХОЛОСС Сюнехэ, то есть непрерывными в целом, то есть непрерывными в целом по сравнению с чем-то, с чему это противопоставляется. Куда, с другой стороны, можно было бы поставить ГОЛОСС в таком случае? Можно было бы, наверное, его на первое место поставить. ГОЛОС ТАДЭСЮНэхэ, ГЭНЛЕГЛИТЫ. Я бы списал это просто на нескорее неаккуратность реставрации. Кажется, по смыслу это действительно должно быть чем-то вроде чем-то вроде КАТОЛУМЕНУН, как это передает Александр. Сложно сказать. Мне кажется, тут идет противопоставление с предыдущей мыслью, что если вот ты рядом что-то положишь, оно не будет сплошным. А сплошным ИД такое эмфантическое. Совершенно сплошным, чтобы ты не усомнился в том, что оно сплошное, он так как будто добавляет. Говорится как о том, что имеет изгиб. То есть изгиб можно иметь, но нельзя... Да, но здесь обратите внимание, как будто бы все-таки у нас есть подытоживание в том смысле, что он говорит, что... Ну, как бы здесь же его мысль не в том, что сплошным называется именно то, что имеет изгиб. Он говорит, в целом, если что-то имеет изгиб, оно все равно единое, а если не имеет изгиб, то тем более единое. Мысль-то кажется такая. И ТАДЭ – это скорее подытоживающее сочетание частиц, которое как бы обозначает переход. У меня под рукой перевод Кристофера Рива, Кристофера, если не ошибаюсь, он переводит так же, как вы предлагаете. Continuous things in general than are said to be. Получаются сплошные вещи в целом. То есть голос continuous things in general. Да, да. Так, так, так. Ну, просто голос в атрибутивной позиции. Вот эти меня смущают. Можно ли так понять? Да, вы правы, я этого не заметил, но это действительно должно смущать. Если посмотреть на Россо, он говорит, things then, вот это continuous in any way, а cold one. Вот он понимает, я так понимаю, голос in any way, да, continuous in any way. Так, давайте посмотрим еще, что нам предлагают. Это у нас Кирван. Ну, Кирван, я бы не сказал, что у него самый лучший перевод, у него комментарий бывает неплохой. Так, так, так. Continuous things in general than. Ну, то есть он понимает голос адвербиально. Это дальше риф будет. Это комментарий рифа вы уже сказали. Ну, там дальше можно смотреть какие-нибудь французские, итальянские, немецкие, русские переводы. Ну, да, да. Это хорошо, что обратили мое внимание на это. Это мне не пришло в голову, но все равно мне кажется, что наиболее правдоподобно это здесь голос понимать как как бы примыкающийся к ТД. Может быть, потому что оно к частицам прилипает. ТД голос. Оно здесь стоит. А частицы просто не могут стоять до артикля. Не могут стоять на первом месте. Ну, можно было бы сказать голос, да. Наоборот. Да, здесь просто у голоса самого есть два значения. То есть в целом совершенно и в общем. И вот надо проверить. Я, честно говоря, с таким не сталкивалась. Но, может быть, это возможно, что на речи в общем, generally speaking, in short, вот есть такой перевод, да, что, может быть, оно тоже может стоять такое на речи в атрибутивной позиции, как любое другое на речи. Я сейчас запишу, чтобы это проверить. И, ну, что касается лексики, кнемы, это, я уже сказал, это голень и мороз, это бедро. То есть то, что выше колена, то, что ниже колена. То, что у нас сгибается и разгибается. Совершенно верно, Юлия сказала, что скелус – это у нас компрационис. Это не сразу может броситься в глаза, а, тем не менее, оно так. Разночтения не очень интересные. Вместо АЭЙ наша бета-редакция дает нам ДЭЙ, тест ЛТС, ДЭЙ, гамма. Ну, это не невозможно, но АЭЙ лучше. И в А-17, а именно… Тускелус, простите. Компрационис причем? Я вот сначала как-то увидела, а сейчас я не вижу. А потому что в большей степени нечто единое, чем нога. Голень и бедро. Тускелус. Сюныхэ гэнли. Да, но вот здесь скелус, вот скелус, который над цифрой 2 вашей, над ней, это согласно, что вот здесь, наверное, компрационис вот здесь. Да, да. Вот. А вот здесь, мне кажется, после... Этого я и не имел в виду. Если я так выразился, что это я, извиняюсь, я ввел вас в заблуждение, я только вот про это говорю. Конечно, не... Да, здесь, конечно, я бы сказал тускелус, имея в виду, что вот это вот, где нету артикля, а не вот это вот, где артикль есть. Там, наверное, кинусин тускелус, кто движется, бедро, объект. Да, да, да. Движение кого-чего? Бедра. Вернее, ноги, в данном случае ноги. Потому что бедро – это мороз. Так, ну и госпер, опять же, нету в нашем паризинусе, в первой руке паризинуса, а во второй дописано. Ну, просто выпало, видимо. Ну, что здесь можно сказать? Ну, кажется, мысль довольно простая, что, если спрашивать, что у нас с бедром, ногой и голенью, ну, Александр верно совершенно замечает, что мысль о том, что нога является в меньшей степени чем-то одним, чем голенью и бедро, потому что она содержит изгиб, а голенью и бедро изгиба не содержит, поэтому они в большей степени что-то одно. Тут все очень просто. БДУС и Стивенс дают хорошую параллель о частях животных. Там прямо сказано, что кость, которая непрерывна, можно рассматривать и как нечто одно, и как нечто многое в силу разных движений, которыми она может двигаться. И про последнюю оговорку, которая касается того, что не имеет величины, или наоборот, что имеет величину, никакой части, которая имела величину, ну, про нее я уже сказал. Ну, и на этом первый смысл единого катахалто, а именно единое в силу непрерывности, заканчивается. Я не уверен, что тут прямо можно сказать, что все понятно, что здесь происходит, потому что какое-то движение мысли, на мой взгляд, достаточно хаотичное, но кажется, что важно для Аристотеля здесь, что определяется это через неделимое, айротус, кинесис, неделимое движение, и дальше вокруг этого нарастают какие-то соображения, замечания, уточнения, уступки, и так далее, и так далее, то, ну, вроде как, все-таки есть вещи, которые едины, и тем не менее, не движутся этим вот одним движением, но они все равно едины в смысле непрерывности. Может быть, мы должны понимать то, что вот здесь нарощено вокруг этого замечания центрального, которого как раз нет в кодексе Джей, но которое, кажется, очень важно для Аристотеля здесь о том, что может быть, это надо понимать как какая-то дискуссия, которая, ну, вот представьте себя, Аристотель оглашает это в сообществе своих товарищей, и дискуссия, вокруг которой это нарастает. А может быть, и не так это надо понимать, Бог его знает. Единственное, что я хотел бы заметить под конец, поскольку у нас возникало предположение, возникала мысль, пока мы тут обсуждали, что вот это вот миокинесис катгауто, это как бы возможное, но не необходимое условие. Вот я сейчас вчитался в это, и кажется, что то, что сказано дальше, мы гойонт аллос, это прямо это исключает. Это прямо указывает на то, что это именно необходимое движение. То, у чего одно по его природе движение и иначе быть не может. Поэтому вновь вопрос о том, а почему тогда нога, которая сгибается или изогнутой линии, это все-таки одна линия, он, кажется, вполне уместно может быть... ...такая, что у него может быть одно движение и не может быть так, чтобы этого одного движения не было. Ну, то есть я вот вспоминаю логику физики, да, мы сначала доказываем, что величина непрерывна, потом из этого мы исходим, что движение непрерывно, а потом, что время непрерывно, правильно? Да, да. Поэтому основное доказательство непрерывности величины состоит в том, что она делима до бесконечности. И здесь это неудобно, действительно, он хочет исключить это. И получаете, что мы здесь как бы движемся не в логике понятий, а в логике вот как бы близкого нам какой-то вещь наблюдает движение, причем природное, да, то есть мы убрали все эти факелы и склеенные деревяшки, а вот единое природное движение. И не может быть так, чтобы этого движения не было. Вот тогда это Сюнахэ. Не может быть, чтобы его не было в том смысле, что необходимо, оно всегда движется, то есть у него успокоится. Или что? Не может быть так, чтобы этого движения вообще не было. То есть вот мое тело может двигаться как единое целое, правильно? А может и двигаться. Да. Но если у какой-то вещи, да, нет этого вообще единого движения, тогда это не Сюнахэ. Так что, не может быть неподвижных вещей единых? Кажется, что может быть неподвижные Сюнахэ единые вещи, мне тоже кажется. Ну, то есть он какие-то, мне кажется, все-таки мысли какие-то колени, там, вообще какие-то живые организмы у него на уме, мне кажется. Потому что очень похоже, что вот как бы вот это, оговорка, она поясняет, что он имеет в виду выше. у ден морион эхан мэгэтос тумен эрэмэй тудэ кинэйтэй. То есть как нечто, у чего-то неделимое движение в том случае, когда у ден морион эхан мэгэтос тумен эрэмэй тудэ кинэйтэй. Когда не одна из частей. Вот когда человек ходит целиком, например, целиком пошел, все его части движутся. И это как бы признак его сына хэсэй. И что в этом смысле он хапто хэн. Ну, хорошо, человек, ладно, с человеком есть свои проблемы, но вот рука, ну вот одна ее часть движется, а другая покоится. Да, но есть такие движения, когда движется вся рука. Ну, есть. Не важно, как она согнута. И это движение обязательно должно быть. То есть мне кажется, что вот он когда добавляет это, что не может быть иначе, а что не может быть иначе? Не может быть так, что отсутствует вот это не единое движение. Отсутствует в смысле невозможно, вы хотите сказать? Невозможно. Невозможно, да. Да, но это возвращает нас к тому, что... что во времени когда-то его нет, что его в принципе не может быть, в принципе неналечество. Да, но это возвращает нас к тому, что кажется, что и у вещей, которые, ну вот, как бы две доски, если им придать такое движение, что они как бы движутся одновременно, вот когда одна движется, тогда и другая движется, то ничто не препятствует. Мне кажется, что это то есть это движение, что мы как бы уже перешли к природным вещам, которые сами по себе движутся, а не потому, что их кто-то подвели. То есть если я все время держу в руке доску, например, то я не делаю единую. Хорошо, если я взял два, если я взял две доски, положил их друг на друга и сбросил вниз, они движутся естественным движением, это галто. Я их никуда не как бы насильно, они не бия, ничего такого, как бы на свое место природное они движутся, и они вполне могут двигаться одновременно, когда движется одна, тогда движется и другая, ну, по крайней мере, в какой-то момент времени. Может быть, когда-то они разлетятся, но поначалу они будут двигаться как бы совершенно одновременно. Ну, это контрпример, согласен. Но это уже коррестовик. Нам нужно провести эксперимент следственный, я считаю. Нет, ну, смотрите, мне кажется, что он имеет в виду какие-то тела физические, да, вот какие-то животные, там, там, не знаю, рыбы, там. Мы будем сбрасывать с крыши, давайте. Нет, у них есть какое-то общее природное, единое природное движение. Вот это доказывает, да, визуально мы это видим, да, что они являются непрерывными, в этом смысле едиными как хавто. Не знаю, у меня нет убежденности, что Аристотель здесь хочет ограничиться единым именно природным движением. Кажется, что он, его цель заключается в том, чтобы сказать, что нечто является одним, когда оно, ну, просто в таком базовом, интуитивном смысле, ну, оно материально одно, а материально одно он просто объясняет непрерывно. Непрерывно, но в этом смысле, как бы, какие-то вещи, которые гвоздем прибиты, про них тоже можно сказать, что они одно в силе того, что они Синэхэс. И про вязанку дров, и про спрей на деревянку. Да, но там тогда возникнет проблема, что вы можете действительно подвинуть одновременно вместе, как бы, будет казаться, что есть какое-то единое движение, хотя на самом деле это вы двигаете, правильно? Да, совершенно верно. Но поскольку, на мой взгляд, Аристотель пытается здесь объяснить этот вот интуитивный смысл, в котором, конечно, есть градации и все остальное, но все-таки он пытается объяснить его, а не какой-то очень специальный смысл того, что такое гэнс, в смысле Синэхэс, то его объяснение, оно должно ухватывать и то, и другое. То есть оно должно ухватывать и вязанку дров, и руку, и ногу, и линию, ну, все, что он здесь приводит в пример. А поскольку единственным его объяснением является единое движение к отгалтой, и то, что не может быть иначе, вот это наталкивается на проблемы, когда, ну, прямо, как бы, есть вещи, про которые он сам же говорит, что они могут не двигаться таким... Ну, ладно, мы... Здесь я согласна. ...на который круг. Ладно, мы уже, значит, превысили свой хронометраж довольно серьезно. Давайте остановимся на этом. В следующий раз мы возьмем второй и третий, по крайней мере, смысл. Но что мы могли понять про единое как непрерывное в Дельте, кажется, сегодня мы поняли. Если у вас будут какие-то интересные мысли еще по этому поводу, я рад буду их слышать, а я пока пойду посмотреть про голоса в атрибутивной позиции. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok